Сегодня у нас с вами тест-драйв системы бизнес-аналитики LuxMS. Давайте немножко познакомимся. Меня зовут Виктория Козлова, представляю направление бизнес-аналитики в компании BI Consult. Со стороны LuxMS BI сегодня с нами Сергей Шостаков, это генеральный директор, Максим Розанов, директор по BI-решениям и Дмитрий Дорофеев, главный конструктор. Кратко расскажу о компании BI Consult. Мы на рынке с 2009 года и на протяжении всех 13 лет занимаемся тем, что внедряем в компании системы бизнес-аналитики. Под внедрением мы понимаем и полный цикл работы. Это написание технического задания, проектирование будущей системы, построение озер данных, ДВХ-хранилищ, если это необходимо в рамках работ, которые необходимо показать заказчику и непосредственно сама техническая реализация. На сегодняшний день у нас более 200 клиентов и, соответственно, более 300 реализованных проектов вместе с этими клиентами. Мы имеем свой собственный учебный центр. Обучение на сегодняшний день порядка 500 сотрудников. На нашем сайте официальном Data Finder можно перейти в раздел курса, посмотреть, какие курсы сейчас есть. Обращаем внимание, что обучение по LuxMSBI у нас сейчас в работе, и в ближайшее время мы стартуем также курсы по LuxMSBI. С актуальным расписанием всегда можно познакомиться на сайте Education.pa.consult и посмотреть, какие курсы сейчас есть, и непосредственно зарегистрироваться. Если вас интересует непосредственно LuxMSBI обучение, какие даты стартуют и другие вопросы, можно написать нам или позвонить нашему менеджеру учебного центра Людмиле, и она вас проконсультирует. Коллеги, давайте сразу проговорим несколько орг-моментов, которые у нас с вами будут. Все вопросы просьба писать во вкладке «Вопросы». Они находятся сверху, то есть у вас по умолчанию виден чат справа, наверху есть со знаком «Вопросы» вкладочка «Это вопросы». Все вопросы мы будем принимать оттуда и зачитывать, и непосредственно отвечать. На вопросы мы будем отвечать в конце, после основной части. У всех участников по умолчанию отключен микрофон, поэтому только через чат мы принимаем все вопросы. Когда мы говорим про BI-систему, все сразу принимают что-то только дожборд. Но это лишь какая-то вершина айсберга, и основная часть, она кроется именно внизу, там, где у нас идет построение хранилища, какая-то загрузка данных в систему. Сегодняшняя наша система, LuxMS BI, обеспечивает полный цикл разработки, от загрузки данных до их хранения, обработки полностью процесса ETL и построения визуализации. Цель нашего вебинара – это показать максимально весь процесс внедрения BI. После вебинара у вас сложится понимание по архитектуре решения LuxMS BI, алгоритму внедрения, как подойти вообще к этому процессу, чтобы внедрить LuxMS BI в своей компании, какая команда нужна для внедрения. И, повторюсь еще раз, сегодня у нас тест-драйв-система бизнес-аналитики LuxMS BI. Прежде чем перейти непосредственно к тестированию, предлагаю немного познакомиться с компанией, и здесь я передаю слово Сергею Шестакову. Добрый день, добрый. Как слышно? Прекрасно. А то все прячутся. Мы не прячемся. Так, видно ли сейчас нашу презентацию, скажите, пожалуйста. Давайте мы отшарим. Так, все, теперь видим. Видели первый слайд сейчас? Да, видим платформу LuxMS BI, аналитика, визуализация, контроль данных. Отлично. Тогда я коротко расскажу. Обещаю ложиться в 10 минут или быстрее. И еще небольшой будет кусочек от нашего главного конструктора Дмитрия Дорофеева. Кратко, значит, мы разработчик отечественных аналитических движков. У нас есть LuxMS BI, который является, собственно, основной темой сегодняшнего рассказа. Но также есть еще LuxMS Data Boring. Это ETL-ный инструмент. Это как Tableau Data Preparation. То есть это инструмент, который идет в комплекте со всеми версиями. Но есть Enterprise Edition для особо продвинутых. Кроме того, у нас есть совместное предприятие с Arena Data, группа компаний, которое создает Data Catalog, бизнес-глоссарий, и будет создавать еще Data Quality, то есть всю линейку Data Governance. Ну и, соответственно, это все изначально будет интегрировано с стеком LuxMS BI и LuxMS Data Boring. Вот. У нас есть хороший задел в области именно аналитики больших данных. Изначально платформа задумывалась как быстрая аналитика на больших данных для поддержки принятия решений. Но сейчас под требованием времени и рынка, нового рынка, который появился в феврале 2022 года, мы активно развиваем функционал под замену уже зарубежных движков именно в части селс-сервиса. И эти наши первые достижения в этой области, они позволят, я надеюсь, найти нам конструктивные способы взаимодействия с рынком. Значит, по нашим кратко достижениям, то, что уже есть, да, есть большое количество партнеров по внедрению, есть партнерка, в том числе, с технологическими компаниями и университетами. В команде уже свыше 75 человек, очень быстро растем. Мы уверенно входим в топ российских BI-поставщиков. И у нас довольно большая и быстро формирующаяся команда специалистов сертифицированных, которые уже находятся у партнеров и на стороне заказчика. То, что касается наших ключевых внедрений, ну, локомотивным во всех смыслах слова является RGD, где в общей сложности развернуто на движке LuxMS BI много чего. Мы можем говорить о паре проектов, но зато каких. То есть я могу их упомянуть. Один из них – это система контроля и мониторинга новая. То есть это инструмент для управления именно основной командой руководителей, порядка тысячи человек. Это топ-менеджеры, очень большая ответственность, очень серьезные там и подготовки данных, и обеспечение непрерывного обновления, обеспечение непрерывной работы этой системы в нескольких часовых поясах. Значит, дальше у нас есть очень серьезное решение внутри RGD – это кадровая аналитика, это мотивационная модель, это другие задачи. Одних только кадровиков свыше 2000 человек, и в RGD, в принципе, работает порядка 700 тысяч сотрудников по штатной численности. Такие решения мы развертывались с нашими партнерами по внедрению, в том числе с внутренней командой, которая уже внутри RGD сформирована в отраслевом центре разработки и внедрения. Дальше упомяну два национальных проекта. Один из них – это здравоохранение, это Сланцево-Невь Западной Сибири. И второй проект – это… Фу, один проект – это Сланцево-Невь Западной Сибири, это «Газпромнефть». И второй проект – это медицинский центр «Алмазово». Это федеральный медцентр, контролирующий сердечно-сосудистые заболевания по всей стране. В случае «Алмазово» фактически на нас сделан аналог ситуационного центра по контролю смертности и исправлению этой ситуации. И в случае с «Газпромнефтью» это полный охват деятельности всех направлений работы обстримингового отдельного проекта, который называется «Национальный проект Бажин». Кроме того, с тех пор уже проведены определенные работы внутри «Газпромнефти», и мы стали целевым BI для них. И планируется большой фронт работ в этой области. Вот, соответственно… Сейчас коллеги подсказывают, что презентацию не видно. Сейчас мы вернем ее, что пропало. Ну, здесь в основном, да, то есть картинки покажет Максим, когда мы покажем систему живой, это самое главное. Вот. Что еще хотелось бы отметить? В чем наша, ну, скажем так, технологическая новизна? У нас дата-центричная архитектура. Мы понимаем, что объем данных и это серьезный вызов для бизнес-аналитики, потому что хочется, чтобы было комфортно, хочется, чтобы было быстро, данных все больше. Значит, мы, собственно, сделали научную разработку определенную, защитились научной публикацией международной Association for Computer Machinery, выступали на конференциях в Японии, в Америке, в России, безусловно, и двигали и двигаем тему дата-центричной двухзвенной архитектуры нового поколения, где бизнес-логика расположена рядом с данными. То есть ядро системы, оно крутится внутри Postgres, написанное в PGSQL, это дает скорость, надежность, безопасность и масштабируемость унаследованных от механизмов очень развитой экосистемы Postgres. И, соответственно, все те возможности дополнительные, такие как работа с графовыми базами, которые тоже есть в Postgres и активно развиваются. Значит, что хочется отметить, что этот подход позволяет, лучше картинку показать архитектурную, сейчас я вот эту, значит, этот подход позволяет, во-первых, сделать нативные стыковки с горячим слоем типа ClickHouse по HTTP, с теплым слоем типа Grimplum, в данном случае по FDV, и в то же время, помимо ядра, который написан на сложном языке PGSQL, есть возможность развивать серверную часть с помощью микросервисов, у нас полноценная микросервисная архитектура, и писать хоть на Rust, хоть на GoLang, то есть на любом комфортном языке для команды, внедряющей систему. Клиентская часть это чистый JavaScript, и, соответственно, вот если техническим жаргоном говорить, на серверной стороне формируются бинарные JSON-чики, они уходят по REST API в браузер, и там развертываются в красивые дешборды. Вот. Вот примеры масштабируемых кластеров, которые мы делали, вот на картинке есть. Видите, здесь 12-узловая конфигурация BI, HTTP, стыковка с горячим слоем ClickHouse, и с сотнями сегментов данных на GreenPlan стыковка по механизму Foreign Data Rapper. Вот. То есть этот подход позволяет работать не только с GreenPlan, не только с ClickHouse, но и с теми системами, которые просит заказчик. Есть определенные легоси, есть большие инвестиции сделанные. Мы стараемся максимально обеспечить совместимость. В рамках вот апробации уже после 24 февраля мы дожимаем вопросы и дожали совместимости с Teradata, Circle, Real Application Cluster и другими системами, чтобы заказчику в текущей инфраструктуре можно было эффективно работать в онлайне с многомерными источниками данных, которые уже сформированы, уже выверены и могут эксплуатироваться, пока формируется новый целевой импорт независимый в Rehouse Step. Вот. Еще я хотел отметить, что отказоустойчивость у нас обеспечивается на уровне session failover, то есть, когда человек вводит данные, выгорает серверный узел, мы позволяем продолжить работу этому пользователю, а не ситуацию перезаводить заново, у него сессия отвалится и так далее. Вот. Я сейчас еще раз попробую перезапустить презентацию, почему-то она отваливается. может быть, не в полноэкранном режиме, Максим. Тут также есть огромная просьба к участникам, не запускайте, пожалуйста, инструменты рисования и прочие панельки слева, которые вам доступны. Ну да. Вот, если появился слайд с арендат-кластер-менеджером, то есть, поддерживается оркестрирование с помощью ADCM, вариант у нас есть поставки арендата-платформ-эдишн, в котором эти все дополнительные возможности можно активировать. Вот. И вопрос, переключился ли слайд сейчас на дата-боринг? Да. Видим. Хорошо. Значит, вот новый инструмент XMS Data Boring, он тоже высокопроизводительный, позволяет достигать на реальных задачах до 30-ти кратного ускорения относительно текущих вариантов, которые зачастую используются, за счет более эффективной работы с источниками данных. Вот здесь, там буквально через минутку я передам слово Дмитрию Дорофееву, и он пояснит, в чем здесь фишка техническая, самое главное. Но по большому счету с помощью инструмента Data Boring уже можно делать полноценные задачи ETL, и Максим там частично, я думаю, сегодня покажет и раскроет эти моменты. Вот. Визуально это выглядит вот так, но под капотом можно писать скрипты и, соответственно, там делать глубокую кастомизацию и работать не только с витринами, но, например, с потоковыми данными на Kafka как вариант. То есть это все рабочие механизмы. Они могут прилетать прямо в дэшборд и там отрисовывать живой график. Вот реальные скоростные характеристики. 9 таблиц, 8 миллиардов записей, сложный, с тройным Union All выражение SQL, и это удается эти повороты витрин сложные аналитические сократить в 30 раз с помощью дата-борринга. Понятно, что команда внедряющая должна обладать определенной квалификацией в этой области. Мы здесь стараемся подготовить специалистов. Есть программы сертификации по различным направлениям, и фронт-энд разработка, и бэк-энд разработка, и есть команда нашей поддержки, которая доблестно здесь старается оперативно отвечать на вопросы и помогать раскрыть все возможности движков, которые есть в ландшафте заказчика или являются целевыми. Пример визуалки – это готовые интерфейсы, соответственно, самые разные, то есть высочайшая пластичность интерфейса является нашим большим преимуществом, ну и проектная экспертиза нашей команды, которая помогает партнерам внедрять, она покрывает, тоже, как вы видели, там очень большое количество отраслей России. Соответственно, есть опыт и с банковским сектором, и с телекоммуникационными компаниями федеральными, и так далее, и так далее. В части селф-сервиса тоже не буду останавливаться, это все покажет живьем Максим, а в части архитектурных особенностей, мы умеем массивно параллельно работать с математическим аппаратом и IML, то есть, в частности, с библиотекой Medlib, это корреляционный анализ на экране показан, то есть, есть возможность интегрировать и встраивать дешборды в различные личные кабинеты и так далее. Есть опыт, например, стыковки с информатикой Enterprise Data Catalog, двусторонний на уровне метаданных, то есть, это тоже такой серьезный технологический рывок, чтобы не просто BI работал как отдельная система, а он понимал на уровне руководства данными Data Governance, что вообще есть на уровне метаданных, и можно было вытащить дешборд по контексту. Я передаю тогда слово Диме. Вот, Дима, расскажи про, пожалуйста, особенности наши технологические. Сергей, спасибо. Нам часто задают вопрос, почему нет своей СУБД, своего движка для обработки данных. Я вот, пользуясь случаем, на этот вопрос отвечу. Ответ такой, что мы специализируемся на интерфейсах, и их, в общем-то, можно говорить о двух типах интерфейсов. Один из них – это клиентская часть, о чем Максим подробно будет рассказывать и показывать, когда вы это все посмотрите. Но помимо того, что видно глазами, есть то, что не видно. Это как раз коннекторы и стыковки с источниками данных. То есть наличие самодельного движка, который понимает SQL или MDX или какие-то еще типы запросов, да, это очень трудоемкая задача, и имея специализацию на интерфейсах графических представлений, да, и большой опыт общения с различными СУБД, вот, осознавая эту трудоемкость, мы отказались от создания собственного движка, потому что на Западе есть целые компании, стартапы, которые существуют только ради одного движка данных. Это компании, которые получают сотни миллионов долларов, например, там, InfluxDB и так далее. Это NoSQL движение, которое активно появилось и развивалось последние, не знаю, 10 лет, может быть. Вот, соответственно, эти сотни человека лет, у нас их просто нет, чтобы делать качественный движок. Некачественный движок мы не можем себе позволить сделать, потому что сразу встает вопрос о валидации корректности работы. Это сложная задача, не просто техническая, но и научная в том числе, то есть там надо математически доказывать правильность расчета. Вот, соответственно, мы стыкуемся с лучшими системами хранения, которые есть на рынке или которые появятся, потому что не стоит на месте развития, появляются новые базы данных, новые движки, в частности, вот, все знают сейчас кликхаус, но когда-то его просто не было физически, и появление кликхауса изменило сразу весь ландшафт, потому что это суперскоростная база данных с особенным языком запросов. Соответственно, если мы стыкуемся и понимаем специфику этих запросов, то мы можем обеспечить очень высокие скорости, что мы, собственно, и сделали. Появится что-то новое, которое можно будет устанавливать у нас в Российской Федерации, и это будет популярно, мы также состыкуемся с новой системой хранения. In-memory, или на диске, или еще что-то новое, и так далее. Ну и самое главное, изначально мы планировали сделать систему на больших данных, то есть быстрая аналитика на больших данных, это наш девиз, и, естественно, создать аналог Хадупа самостоятельно, без экосистемы, без, так сказать, поддержки, публикаций, обучения в институтах и так далее, то есть это гигантская по затратам работа, которая не делается одиночками. Вот такой ответ, что касается датаборинга, то же самое, там дело на самом деле в интерфейсах, да, то есть в стыковках с источниками мы всегда делаем нативные стыковки и пользуемся специальными утилитами или способами извлечения данных из источника и, собственно, закачки в источник. То есть это не общий код, который, допустим, в GDBC у всех одинаковый, да, это всегда какие-то специальные хитрости, которые поставщики СУБД для своих систем предоставляют. Вот для каждой базы мы используем нативные способы извлечения и вставки данных. вот это такое от меня замечание. Спасибо. Теперь Максим покажет, собственно, как выглядит XMSBI и как с ним работать. Не торопись, у нас тут с Викторией есть определенный план, по которому мы идем, поэтому, Сереж, у тебя есть что добавить, то сейчас самое время, а затем у нас ответы на вопросы, которые сейчас задали в чате. Сереж, что-нибудь добавишь? Да, в принципе, я могу, с учетом того, что презентация не очень здесь проскочила, хорошо, акцентировать момент касательно стратегического партнерства с крупнейшими заказчиками страны, в частности, Газпромнефть, она одна из лидеров цифровизации и не только в нефтегазовой отрасли, но и в целом в России это признается всеми, публично, на уровне министерства. И они, выбрав нас в качестве стратегического поставщика, они проводили тщательную апробацию и в том числе нагрузочные характеристики определенные требовались и в том числе интеграционные моменты. Мы постарались учесть, один из крупнейших банков России тоже проводил апробацию, в рамках этой апробации мы старались обеспечить те вещи, которые заказчику наиболее критичны и поставить в roadmap те функциональные блоки, которые являются в горизонте год необходимыми для крупных миграций. Я не упомянул, что система Skimen, она раньше работала на клике, это замена сотен дашбордов на клике. Это реальный опыт, доказанный в промышленном контуре, когда все изменения на боевой системе вносит исключительно команда заказчика и так далее, переносит эти изменения дежурными сменами. Что касается Газпромнефти, с нами был подписан из компании Disgroup меморандума, поэтому как раз слайды в том числе, что трехстороннее партнерство стратегическое для того, чтобы строить сложные аналитические решения с учетом Data Governance и с учетом BI. То есть мы не работаем только с одним Data Governance от совместного предприятия нашего с ArenaData, мы открыты по рынку как вендор BI интегрироваться с тем, что критично для заказчика. Это очень важный момент, тяжело балансировать, но приоритизировать мы стараемся и делать то, что обещали. Этим годом у нас заявлено самая амбициозная задача это ассоциативная модель аналог кликовой. Соответственно, эта задача, мы надеемся, инженерная тяжелая задача будет решена, позволит более комфортно переходить на наш движок аналитикам, кто привыкли к хорошим, качественным, западным системам. Виктория, мы закончили первую часть. Вам как лаборатору слова. Да, коллеги, спасибо большое за такое довольно-таки подробное описание, потому что, на мой взгляд, шикарно рассказали архитектуру, стало понятно, что такое LuxMS про отличительный инструмент это ETL Data Boring и вообще, как система работает, организовывается поток данных. По вопросам тут больше, которые коснемся мы в дальнейшей части, давайте перейдем непосредственно к тест-драйву. У нас с вами на входе было техническое задание. То есть, успех любого проекта заключается в грамотном техническом задании на входе. Ранее коллеги со стороны вендора, то есть LuxMS получили его и изучили. Что мы имеем? У нас с вами есть некая компания, называется это Fashion Evolution, которая занимается дистрибуцией, продажей по всему миру одежды и обуви для мужчин и женщин. Есть руководитель Михаил, который хочет видеть аналитику своей компании как верхнюю уровню, так и детализировано. В техническом задании было порядка 18 вопросов, на которые сегодня мы получим максимальные ответы и посмотрим, как справилась с ними платформа LuxMSBI. В качестве источников данных у нас было их три. Это Excel-файлы с данными о сотрудниках и офисах, Access-файлы с базами данных по заказам, клиентам, товарам, товарным категориям и поставкам для клиентов. И также XML-файлы с данными поставщикам. В рамках сегодняшнего тест-драйва мы с вами посмотрим, как эти данные загружаются в систему, каким образом были обработаны, то есть увидим, как изнутри работает система LuxMSBI. И давайте перейдем к непосредственному тест-драйву. Максим, передаю вам слово. Да, спасибо большое, Виктория. Ага, выключили демонстрацию экрана. Сейчас я включу свою и большая просьба, вы меня перебивайте, если картинка пропадет, потому что мы потеряем суть моего выступления и лучше об этом узнать как можно раньше и перезапустить демонстрацию. Хорошо, договорились. Так. Так, подскажите, пожалуйста, пошла ли картинка, должно быть в правом верхнем углу, в левом верхнем, Fashion Evolution и список источников? Да, видим. Ага, отлично. Да, как уже сказала Виктория, на входе у нас было три файла. Это файл Microsoft Access MDB, Excel файл и XML файл. Сейчас в первой части я подробно расскажу, каким образом данные мы загрузили в LuxMS BI. Использовали мы для этого LuxMS Data Boring. И здесь я, наверное, вот в этом вот кейсе расскажу, наверное, часть, которая больше относится к интерпрайзу. То есть в процессе создания вот этого флоу, который загружает данные, мы использовали именно интерпрайз-подход для того, чтобы это могло обновляться по расписанию или могло обновляться в ручном режиме. То есть это не селс-сервис. Отдельно это подчеркну. У нас есть возможность загружать Excel и с ними работать часть из селс-сервиса, но я вижу себе, и это подтверждается на тех внедрениях, которые у нас были, это два основных направления работы с BI. Первое это создание вертикальных аналитических решений, и хороший пример то, что упоминал Сергей Шостаков, да, это вот какое-то вертикальное решение в том же RGD для управления персоналом. Там работают реально тысячи сотрудников, они следят за своими KPI-ми, там нет каких-то вариативности, да, возможности покрутить данных, здесь именно задача конкретная, это выполнение KPI-ми, от этого зависит и успех компании, и, собственно, мотивационная финансовая модель исполнителей. Вторая история это как раз про селс-сервис, это где мы можем загрузить данные самостоятельно, как их повертеть, сделать свой дешборд, но тоже такой интересный момент, мы сверяли нашу модель селс-сервиса с крупными заказчиками, и они говорят о том, что когда пользователь сделал этот дешборд на своих данных, должна обязательно проходить валидация, потому что никто не знает, какой он взял Excel, даже если он подключился к тем витринам, на котором работают другие источники данных, другие дешборды, то в каких он это разрезах смотрит, то есть должна быть какая-то такая проверка, которая провалидирует тот дешборд, который создан, и потом он с частью уже пользовательской каким-то образом должен попасть на общую часть, где будут его смотреть остальные пользователи. Итак, что мы сейчас с вами видим? Мы видим административный интерфейс LuxMS BI, здесь мы с вами настраиваем стыковки с источником данных. Здесь мы видим подключение к нашей базе данных под SQL, дальше мы видим подключение к файлу MDB, который нам передали, мы разместили его на сервере LuxMS BI и сделали к нему подключение. Давайте посмотрим, как это выглядит в LuxMS датаборинге. Значит, вот это наше основное флоу, которое работает с MDB файлом. Что такое датаборинг? Как уже мы говорили ранее, это IT-инструмент, который позволяет создавать направленные графы для выполнения каких-то задач. У него есть узлы, дальше эти узлы связываются между собой и каждый узел отвечает за какой-то свой функционал. Есть узлы, которые запускают флоу, есть узлы, которые работают, например, с базами данных для того, чтобы мы могли данные выгрузить, есть узлы, которые могут создавать, например, на горячем слое какие-то витрины, которые мы будем наполнять. Есть возможность отслеживать файлы на диске. Если мы подключим сетевое хранилище, куда другие пользователи будут размещать свои файлы, мы можем отловить этот момент, ну и соответственно, дальше, например, делить, что это за файл и соответствующим образом сделать его обработку. Можно работать на более низких протоколах, вплоть до TCP и DP. Не могу сказать, что это прямо такая история, которая часто встречается, но у нас был случай, когда мы для одного из университетов делали парсинг сетевых пакетов, для того, чтобы собрать статистику безопасности, какие там стоят трояны, которые занимаются мониторингом сети и так далее. Есть возможность подключения к внешним каким-то веб-сервисам по рестапе мы можем подключаться. Мы можем наши флоу запускать и извне тоже. Видите, вот у меня здесь узел есть метка времени. Для того, чтобы запустить этот флоу, мне достаточно на него нажать. Более того, я могу здесь сделать какое-то расписание, если мне это нужно, там, запуск с каким-то интервалом или реально указать, какие дни, недели, время он должен запускаться. А также вот мы в качестве примера сделали узел, который работает с Телеграмом и в принципе мы можем подключившись к определенному чат-боту подать команду, чтобы у нас прошла загрузка наших вот этих таблиц, которые находятся в MDB файлах. Это я сейчас тоже покажу. Значит, давайте более детально посмотрим, да, то есть вот есть запуск нашего флоу, вот оно в центре находится, на желтом фоне называется load from MDB, либо я запускаю его вручную через метку времени, либо я его запускаю вот через чат-бота. Значит, дальше у нас происходит создание временных таблиц и затем мы начинаем зачитывать таблицы, которые находятся в MDB файле. Для этого есть соответствующий узел, если мы посмотрим его настройки, мы увидим, что один из них, например, продает запрос из таблицы, которая называется categories. Если говорить о том, как бы это работало там, не знаю, в продакшен-укружении, ну, наверное, точно так же был бы MDB файл, с которым мы как с базой данных бы стыковались, вычитывали бы оттуда таблички и работали с этими данными. Дальше мы переносим данные, которые мы получили из источника на нашу таблицу, которую мы размещаем на горячем слое. Один из вариантов можно делать с помощью инсерта по одной записи. Если мы хотим как-то это ускорить, можно выгружать из того же MDB, например, формат CSV, а потом, если мы работаем с POSGIS, загружать ее командой load, если бы мы работали с кликхаузом, мы могли бы использовать соответствующий HTTP запрос, который CSV отправит, и это очень быстро будет закачано в кликхауз, и так далее. То есть все здесь в ваших руках, вы можете самостоятельно это все настраивать, как вам удобно. У нас есть целый отдел дата инженеров, которые занимаются тем, что, в общем-то, работают с данными, и их основной инструмент это инструмент датаболинг. Я сейчас перезапущу демонстрацию экрана и хочу показать, как мы эту цепочку запустим из Telegram. Так. Виктория, я не могу весь экран обшарить. Это какое-то ограничение? Ага, все. Нет такого ограничения. Видим, полный экран. Так, смотрите, значит, мы с вами видим нашу Flow, да, и также сейчас я переключусь в Telegram, у меня есть соответствующий канал, вот, и здесь я могу подать команду старт, и тем самым я запущу это Flow. Если я сейчас переключусь в датаболинг, мы здесь увидим, как у нас пробегают сообщения, что тут уже закончилось, что-то работает, вся эта вычетка этих таблиц, обращу ваше внимание, работает в параллель. Теперь, если мы вернемся обратно в наш бот, то мы увидим, что, видите, у нас загрузилась категория 8 строчек, кастомер 92 строчки, ордитэйлс 2172 и так далее. Поэтому, вот таким образом мы можем как бы управлять этим Flow, либо мы можем здесь отправлять необязательно какие-то сообщения в Telegram, это может быть какой-то корпоративный мессенджер, или вообще можно сообщения по почте отправлять, если у нас есть какие-то ошибки. Таким образом мы работаем с табличками, которые находятся в базе данных Access. И у нас есть еще одно Flow, которое у нас работает с файлами. Файл — это Excel файл, который нам передали, и, соответственно, XML файл. Здесь мы пошли немножко дальше, мы не захотели эти файлы размещать на диске, а мы хотели сделать это как-то более юзер-флендли, сделать это в таком рабочем ключе, что у нас должна быть возможность у какого-то ответственного сотрудника, который ведет эти файлы, их как-то в DataBoring закачивать каким-то образом. Сетевая папка — это один вариант, но также мы можем сделать страничку, куда пользователь будет свои файлы закачивать. Значит, есть у нас вот другая Flow, которая, вы видите, тоже на желтом фоне, она отвечает за закачку файлов именно на сервере. Причем, что хочу сказать, что вот этот Flow, вот этот вот как кирпичик, его можно экспортировать в формат JSON и затем переиспользовать на каких-то других проектах. То есть, если вы один раз сделали вот такой кирпич, который отвечает, например, за загрузку файла через Web, потом вы его можете использовать на всех проектах, просто экспортируя туда конкретную конфигурацию, конкретную Flow. Значит, здесь коллеги подготовили страничку, ничего тут особо сложного нет, да, это просто набор HTML и CSS блоков, которые дают, если исходник посмотреть, видите, которые будут на себя принимать файлы с данными. Как это выглядит с точки зрения пользователя? Значит, он заходит вот на такую страничку, ему говорят, что вот, перетащите файл для загрузки. Давайте мы это и сделаем сейчас. Значит, вот наш файл, два, это вот AmpOff.xls и Supplier.xml. Значит, я беру и мышкой перетаскиваю этот самый файл, я его вижу, что он у меня здесь появился, он предварительно загружен, и могу нажать на кнопку «Загрузить файл». Значит, после того, как я ее нажму, я вижу сообщение, что данные успешно обновились, и такое же сообщение я увидел в своем Telegram-боте, да, мне тоже пришло сообщение, что данные успешно обновились. Вид этой страницы, ну, мы его сделали, в качестве примера, но, опять-таки, это просто HTML, если вы хотите, вы можете его как-то поднастроить для себя, сделать в тех стилях, которых нужно, там, легких знаний HTML для этого вполне достаточно. Значит, я также еще подготовил точно такой же файл, но я его испортил, я добавил туда дополнительный столбец, которого раньше не было, и попробую его тоже загрузить, и посмотрим, что нам система на это скажет. Вот он называется, подчеркиваю, не bad, я его сюда затаскиваю, тоже он говорит, что предварительная загрузка прошла, и предлагает мне его загрузить. Значит, вот здесь у меня какие-то эксепшены были, ошибки и так далее, что что-то не прошло, потому что тут как видно, что столбцов больше, чем нужно. Если мы перейдем в наш Telegram, мы снова видим, в принципе, что там вот та самая ошибка, которую мы уже увидели. Также эту же ошибку мы можем увидеть и на нашем основном Flow. Вот здесь есть соответствующая консоль, которая выводит все ошибки, которые возникают в процессе обработки. Вот с чем еще интересен этот Flow. Видите, здесь основной блок, коллеги здесь сначала рассматривали вариант с тем, чтобы выгрузить из MDB все Excel файлы, а дальше таблицы, вернее, в формате Excel и дальше по одному вгружать, но мы пришли к тому, что хотим показать вам именно, как работаем с MDB. Поэтому вот то, о чем я говорил. У нас, видите, есть блок, который проверяет имя файла. Сейчас я его покажу, содержимое. Вот если оно там содержит, можно писать различные выражения и вот как раз наши вот эти имена файлов здесь определяются и дальше на выходе под каждым именем файла у нас написан свой обработчик, поскольку там разное количество столбцов и так далее, мы их обрабатываем и, соответственно, загружаем вдруг с MSBI. Здесь тоже интересный момент, что вот эти два Flow, один, который загружает файлы на диск, вернее, через Web и который обрабатывает цепочку, они между собой связаны вот через вызов HTTP. То есть, когда блок, который отвечает за загрузку файла, получит файл, он его по HTTP отправит, как раз вот, а этот второй Flow, соответственно, его по HTTP примет, ну и дальше у нас с вами пойдет обработка. Но дополнительно здесь еще коллеги сделали отдельный блок, который по расписанию удаляет временные файлы. Вот видите, метод времени, наверное, есть расписание, да, в ноль часов каждый день мы будем временные файлы удалять. И также есть еще возможность запуска вручную. Вот, опять-таки, вот этот самый блок, который нам запускает, это Flow, он делает примерно то же самое. Так. Могу еще чуть подробнее время есть рассказать про блоки, которые у нас есть в датаборинге, разборы CSV, HTML, JSON, XML, причем при работе с Excel можно обращаться на конкретные ячейки, да, конкретных файлов, конкретных листов. Также мы можем писать здесь код на JavaScript для какой-то обработки. Можно посмотреть, например, он здесь есть. Один из примеров заменяет, так как уточнее прописывает сообщения данные успешно обновлены. Но по нашему опыту на больших объемах лучше использовать подход не ETL, а ELT, то есть получить данные из источника, загрузить их, например, на горячий слогик CMSBI и дальше уже пользуясь всеми возможностями, которые предлагает СУБД, неважно, это Arendat ClickMars, ClickHouse или ArendatDB, Oracle, что угодно. Там уже можно производить большие операции с большими данными. Они могут быть, эти все операции, естественно, выполняться параллельно, если у нас есть тот же кластер. Это поход значительно эффективен, чем писать скрипты, которые могут быть должны быть точнее выполнены на каждую строчку, которую мы получаем из источника. То есть время у нас значительно увеличится. Есть блоки, которые отвечают за взаимодействие с компонентами CMSBI, есть блоки, работающие с сервером сообщений Kafka, с Redis, но чуть ниже Telegram. Так что мы считаем, что в DataBoring как раз-таки все вопросы именно связаны с данными, с перекладыванием, обработкой, вполне себе закрывают. Этот инструмент у нас появился в связи с тем, что по понятным причинам BI свои данные не имеет, это не учетная система. Мы использовали и Apache NiFi, и StreamSets. Вот Дмитрий написал статью о сравнении этих инструментов, но мы пришли к тому, что нам нужен какой-то lightweight инструмент, легкий, который не будет разворачиваться на пол сервера, а тот, который нам бы позволил решать наши задачи. Ну, если с ним еще дополнительно можно что-то делать, это будет плюсом. Поэтому сейчас, когда мы его передаем нашим партнерам, мы видим, что они, в принципе, и другие какие-то витрины свои наполняют с помощью DataBoring, потому что задача у него простая, откуда-то данные взять, куда-то их загрузить, что-то с ними сделать и таким образом получить результат. Значит, еще важный момент, который здесь хотел отметить, что после того, как отработает LuxMS DataBoring, у нас где-то, скажем так, специально не говорю где, оказались готовые витрины, поверх которых будет работать уже, собственно, визуализатор LuxMS BI. И, как Дмитрий выше говорил, нам не очень важно, где они будут находиться. То есть уже сейчас мы такой настоящей стыковкой работаем с Крикхаузом, с Юнкламом, с Postgres, с Тиродатой, с Ораклом, с МССКЛ, и мы можем продолжать добавлять вот эти вот коннекторы по мере того, как заказчики от нас это будут требовать. Основные базы данных мы покрываем, и то, как работают дэшборды, это не какая-то трансляция, да, вот этих вот запросов. Это, соответственно, обработка запроса, накладывание на модель куба, которую знает LuxMS BI, потом составление запроса в источник, выполнение его там. И этот подход позволяет нам делать ну такой же такой функционал, например, как Pivot Table с онлайн расчетами под итогов и вот такие вещи. То есть мы не просто отправляем SQL, мы делаем довольно большую работу, чтобы с каждой базой данных работать в нативном режиме. То же самое касается драйверов, да, практически все революционные СУБД покрываются с помощью GDBC драйвера, да, если нам нужно что-то более быстрое и более функциональное, мы делаем нативный коннектор. Такой у нас есть для ClickHouse, и здесь мы очень плотно работаем с коллегами из Яндекс.Клауда, отправляли со своей стороны даже там патчи, да, которые там господин Миловидов практически на следующий день в субботу принимал. Поэтому у нас есть понимание, как именно работает ClickHouse, и мы работаем с ним по HTTP. Ну и то же самое для, такой же подход применяется для Greenplama, RendataDB, POSGIS, это FDW, Foreign Data Rotor. Я основную часть здесь рассказал. Давайте, наверное, посмотрим, что у нас есть за вопросы. Так, перехожу в соответствующий раздел. Дай на вкладке вопросы. Ну, по датаборингу я вижу один вопрос, аналог чего? Ну, вот это аналог Apache Nipay, StreamSets. Ну, я бы, конечно, хотел сказать, что это аналог информатики, но мы трезво смотрим на вещи, конечно, мы полностью... Информатика PowerCenter. Да, 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 мы полностью PowerCenter функционалу не покрываем, но и не ставим перед собой такой задачи. Так, Виктория, что у нас с вами дальше по плану? А давайте посмотрим на вопрос, если есть такая возможность сейчас ответить. А вот я смотрю, датаборинги ответил, ошибки демонстрации нам про слайды писали. Дальше. Конечно, Дмитрий ответил на вопрос, но вот интересный вопрос был от Николая Новика. Как осуществляется перенос доработок из 3D-Def в среду прот? Другими словами, можно ли настроить процесс автоматического развертывания артефактов BI? Что из себя представляют эти артефакты? И здесь бы вообще хотелось, наверное, понимание, сколько сред может быть при разработке, то есть 1-2. Как этим управлять? Знаете, очень хороший вопрос. Отвечу с самого последнего. Вы спросили, сколько сред может быть. Мы недавно переводили переговоры с крупным заказчиком и нам сказали, что мы не хотим себя ограничивать в количестве нон-продакшн сред. Поэтому, пожалуйста, учтите этот момент. Ну, коллег тоже можно понять, да, потому что им нужно делать нагрузочное тестирование, значит, надо поднять соответствующую среду. Им нужно сделать предпрод, где уже финально проверять те изменения, которые пройдут на продакшн, значит, нужно сделать среду. Нужно сделать тестовое окружение, где будет участвовать функциональный заказчик, тоже нужно делать соответствующую среду, да. интеграционное, спасибо Сергею, тестирование и так далее. Поэтому мы никак количество сред не ограничиваем. Очень важно, как туда все эти изменения будут поставляться, да, доставляться. Здесь, возможно, на самом деле, ну, как минимум два подхода. Я сейчас расскажу, вот как работают наши разработчики. Это если у нас среды все связаны между собой, чего, конечно, в реальности не бывает. На продакшн нас даже не пускают, да, там работают именно сотрудники, заказчика, мы не знаем, что там происходит. Разработчик LuxMSBI, фронт-энд разработчик, который разрабатывает, например, какой-то виджет, да, по заказу, поступившему от заказчика какую-нибудь там сложную визуализацию, он запускает у себя WebStorm и разворачивает там соответствующие репозитории LuxMSBI и подключает его к какому-то серверу, да, LuxMSBI, ну, обычный какой-нибудь дев-сервер, на котором есть какие-то тестовые данные, которые позволяют ему вести эту разработку. Значит, после того, как он считает, что он все сделал, сам какие-то тесты прогнал, он готов выложить это на дев-окружение для того, чтобы тестировщик и специалист проверил вот эти самые изменения. Значит, здесь он может сделать просто GitPush, да, и эти изменения уйдут на сервер Git репозитория и затем автоматически подтянутся и будут выложены на среде дев. Таким образом, сотрудник, там, тестировщик пойдет и проверит все эти изменения. Это можно было бы такую цепочку сделать и до самого конца, но, как я уже объяснял, в этом нет возможности. И есть аналоги, это не обязательно гид. Один из наших заказчиков попросил, чтобы мы использовали BitBucket. В этом нет проблем, то есть мы настроим вот этот вот транспорт соответствующий, да, будет делаться один раз для заказчика, потом на всех уже конкретных решениях это может быть переиспользовано. И второй режим, это второй полуручной режим, у нас есть утилита, которая собирает так называемый артефакт, который содержит в себе те изменения, которые должны пойти на среду. Значит, все вообще ресурсы, которые мы с вами видим, это настройки дэшбордов, это права доступа ролевая модель, это те же коннекторы, описание кубов, ресурсы, имеется в виду, там, не знаю, HTML.js файлы или какие-то PNG файлы, ну, соответственно, в бинарном виде, все это хранится в нашей базе данных. Поэтому, когда нам нужно сделать этот артефакт до переноса, по сути, утилита, она обращается к определенным таблицам, делает дампы вот этих самых записей, которые нужно изменить, пакует это в некий архив, этот архив готов для установки. Дальше этот архив каким-то образом должен быть перенесен на среду в ручном режиме или, например, в каком-то полуавтоматическом, например, тоже можно в репозитории запушить. Вот, дальше, когда мы оказываемся на сервере, на среде, где это должно быть развернуто, можно запустить ту же самую утилиту для того, чтобы сделать резервную копию всех этих ресурсов. Затем мы запускаем эту же утилиту, чтобы она развернула эти изменения. Тестировщики, функциональный заказчик все это проверяет, если он говорит все отлично, все тесты прошли, в таком же виде уезжает на продакшн, если нет, то, так как мы сделали резервную копию, можем сделать откат, вернуться к начальному состоянию, ну и передать, значит, ошибки, отчет какой-то разработчику, чтобы он внес необходимые процедуры, изменения. Я старался максимально подробно ответить. Так, тоже хороший вопрос. Смотрите, как будет строиться работа с источниками, для которых нет коннекторов. Сабхан. Ну, к Сабхане попроще, к ней можно подключиться и по GDBC, но к Саббв тут, конечно, возникают сложности. Поэтому здесь, возможно, какие-то файловые выгрузки, может быть, веб-сервисы, например, САС для нас сделал веб-сервис, мы просто получали CSV, но про Саб тот же BV расскажу, что очень часто нашего спрашивают заказчики. Говорят, ребята, как же вы к Саббв не можете, а по сути сертифицированные коннекторы к Саббв имеют только зарубежные вендоры, такие как Microsoft Power BI, Click Tableau и так далее. Мы говорим, хорошо, мы понимаем, как делать коннектор к Саббв, дайте нам, пожалуйста, стенд. На этом обычно вся история заканчивается, потому что у партнера, с которым, например, заходили аккаунт, у него своего стенда Саба нет, потому что это просто дорого. У заказчика тоже возникают сложности, чтобы нам этот стенд предоставить, и мы в итоге переходим к тому, что мы работаем на файловых выгрузках, веб-сервисах и так далее. Но, в принципе, мы готовы сделать Саббв-коннектор, когда нам помогут со стендом. Стенда мало, еще там нужно будет подготовить какие-то кубы с данными, с которыми мы сможем оттестировать эти работы. Спасибо за ответ. И давайте еще буквально два последних вопроса от Натальи Филипповой. Она заметила, что управление запуском Job вы продемонстрировали только через Telegram. Есть ли какой-то административной панели запуска мониторинга? Ведется ли журнал запуска Job? И второй вопрос это построение визуализации на отход запросах в коннектах к источникам без загрузки витрин. Вторую часть. Я расскажу, когда буду рассказывать про дешборды. Первую часть. То, что касается мониторинга. Ко мне Дмитрий подходит, поможет на это ответить. Я в чате ответил, на словах скажу. У нас в работе оркестратор, который как раз фиксирует выполнение работ, запуска задач, статистику по их работе и так далее. То есть это действительно админка визуальная, где эта статистика копится. То есть мы в принципе копим, да, просто визуальный интерфейс не успевает за бэкэндом. И соответственно запуск, ну, из Телеграма это экзотика, на самом деле это либо расписание, либо это сервисы, которые мы по HTTP предоставляем, да, то есть средствами до самого датабуринга можно вывесить, скажем так, наружу API, который целевая система может вызывать для запуска задач. То есть обычно это так выглядит. Мы являемся, становимся частью большого ETL-процесса, который внешние системы выполняют. То есть для этого все возможности есть и для большинства задач этого достаточно. Я сейчас включил интерфейс LuxMS DataBoring. Вот эта метка времени, она и делает нам запуск нашей цепочки. То есть вот я ее здесь нажал и пошло, вот видите, тут меняется complete, working, complete, то есть пошла работать эта цепочка. Что еще у нас осталось с вами? Я предлагаю переходить к второй части, тоже построение визуализации. И у нас тоже есть вопросы, я так полагаю, что Дмитрий нам поможет и ответит на них в чате также. Да, да. Спасибо. Так, картинка идет от меня, да, сейчас у нас те же самые наши источники данных. Да, видим. Отлично. Давайте перейдем к другому разделу, он называется кубы. Что это такое, да, что мы здесь делаем? Мы здесь должны с вами подготовить описание мета-слой тех дамок, с которыми будет работать LuxMS BI. То есть, несмотря на то, что он называется кубы, да, при этом, когда мы с вами закончим работать на этом экране, мы никаких кубов не создадим и никакие данные никуда переложены не будут. Они останутся там, где они и были. Мы просто объясним LuxMS BI, как работать с теми данными, которые ему предоставляет источник. Пример, который сейчас покажу, ну, представьте, у вас написан запрос, не знаю, в тот же Oracle или в ClickHouse, который возвращает вам таблицу. Вот в нашем понимании, в нашей парадигме это и есть наш ALAB, то есть это широкая таблица с большим количеством столбцов. Часть столбцов отвечают за факты, часть столбцов отвечают за измерения. Нужно просто объяснить LuxMS BI, что является чем, и дальше уже на дэшбордах мы будем работать вот с этим метаописанием. Поэтому, отвечая на вопрос коллеги, где хранятся данных, может это работать вот в прямом режиме, в принципе, LuxMS BI так и работает. Просто в прямом режиме вот он может работать с теми баз данными, которые я перечислил ранее. давайте посмотрим, как нам создать запрос на источник и как создать метаописание. Значит, я нажимаю на кнопку добавить и перехожу на экран, где мне представлен список всех источников данных, которые у меня есть, и также я вижу схемы, таблицы и представления, которые есть в этом источнике. И, как вы помните, у нас было в общей сложности три файла, но количество тамблиц там было значительно больше. Их там было порядка семи, которые содержали информацию по заказу. Значит, мы их загрузили в соответствующую схему, и вот они у нас здесь все находятся в категории, покупатели, офисы, соответственно, детальная информация по заказу и так далее. Давайте будем сейчас все это выносить вот на наше поле, которое поможет нам создать запрос на источник и связать вот эти таблицы, которые мы создали между собой. Хочу обратить ваше внимание, что это не обязательно могут быть наши таблицы. То есть, если, предположим, у заказчика уже есть уже готовая витрина, и он нам говорит о том, что не надо ничего придумывать, вот эта витрина, она выверена, там сделаны все процессы дата-кволити, на этой витрине уже работает какая-нибудь регламентная отчетность, поэтому, пожалуйста, работайте с ней. Соответственно, мы можем также, подключившись к этому источнику, работать с ним напрямую. Однако, следует учитывать, что в этом режиме все запросы, которые будут идти на... созданы пользователем, да, они все будут идти на источник, и, по сути, мы создадим на вот это вот хранилище, где эти таблицы все расположены, пользовательскую нагрузку. Можно ли это делать, нельзя ли это делать, надо разговаривать с архитекторами заказчика, возможен комбинированный подход, что-то в режиме лиф, что-то вот мы должны к себе перекладывать, но если нам скажут, что нет, ни в коем случае нельзя, окей, мы сделаем довольно простую цепочку в датаборинге, и будем в определенное время или по какому-то входному сигналу, которому, кстати, можно передать параметры, например, какие даты из источника мы должны перегрузить, потому что обычно это понятно, что это там какой-нибудь завершившийся операционный день, но бывает, что проходят какие-то корректировки за прошлый год, за прошлый квартал, и вот встраивая нас в глобальную цепочку ИТЛ, вы можете параметрами передать, что именно, какие именно даты вы хотите перегрузить. Так, наша самая главная таблица это таблица orders, дальше у нас есть таблица employee, и она, соответственно, связывается по ключу, мпид, а тут, соответственно, employee ID. Значит, важный момент, я уже прям пошел на наши таблицы, но если бы они между собой были бы связаны, то есть, если бы здесь были бы foreign key, то вот эти связи мы бы с вами бы увидели автоматически. Но, так как это таблица, мы их загрузили, этих связей нет, более того, если мы говорим про хранилища, их там точно не будет, потому что они все дают дополнительную нагрузку в тот момент, когда у нас идет работа с данными, вставка, удаление, обновление, поэтому на настоящих хранилищах таких вот foreign key нет, и приходится самостоятельно эти таблички связывать. Так, значит, дальше customers у нас так, customer ID с customer ID, так, офис с офисом, где наши офисы, так, офис, офис, так, так, еще есть order details связан с order ID, order ID, order ID, так, не ошибся, дальше, у нас еще есть с вами табличка suppliers, она у нас связана с supplier ID на order, давайте тоже их делаем, дальше табличка products, она, соответственно, с order details у нас связана по продукту, так, supplier XML связан по supplier ID, так, так, ничего не забыл, все, а, вот, категория осталась подвешенная, а категория у нас связана с продуктами, с категорией, так, продукты, категория, вот, мы эти все с вами таблички связали и можем посмотреть на результат, значит, мы видим сверху запрос, который автоматически сгенерировала система на источник и видим результатом таблицу, которая получилась в результате выполнения этого запроса, это вот та самая таблица, это тот самый куб, который нам на следующем шаге нужно будет размепить, указать, где здесь меры, где измерения, но еще тоже важный момент, который хочу здесь отметить, вот сверху у нас написан запрос, да, в принципе, я этот запрос могу переписать, то есть, если я достаточно, там, квалифицированный специалист, я знаю, что вот эти данные хранятся, например, в базе данных того же Postgres или Oracle, я могу использовать все те возможности, которые дает SQL язык, да, PLPG SQL, если говорить про Postgres, для того, чтобы сделать здесь запрос, я могу использовать оконные функции, я могу делать там left join, там многие ко многим, один ко многим, я могу в конце концов просто запустить процедуру, не важно, что я здесь делаю, важно, чтобы здесь мне вернулась таблица, ну вот в качестве примера, сейчас попробую изменить этот запрос, да, на почве просто select 1, ну и увидим здесь результатом таблицу из одной колонки и с одной строчки, но вернемся к нашим данным и перейдем к следующему шагу, значит, вот мы здесь видим все наши поля и LuxMS от нас BI ожидает, что мы как раз сейчас этим мэппинг и сделаем, значит, его можно делать вручную по каждому столбцу, указывая, что это, но можно запустить некий анализатор, который сделает выборку и дальше сам предложит какие-то варианты, что он видит здесь меры, что измерение, мы можем с этим не согласиться, можем как-то это изменить, убрать столбцы, которые нам не нужны, дополнительно нам еще здесь предлагают возможные агрегационные функции, но помимо стандартных сумм min-max, здесь еще, так как у нас Postgres, мы предложили агрегационные функции, которые считают медиану и прочее. Поэтому, если это у нас действительно столбец с фактом, мы должны указать, какие именно агрегационные функции мы должны здесь использовать. Таким образом, Data Engineer создает мета-слой тех данных, с которыми будет работать впоследствии LuxMS BI. Считаем, что мы это все сделали, на следующем шаге мы указываем название этому кубу, сдаем ему описание, и он у нас попадает, соответственно, в этот справочник кубов, где они все представлены. Мы можем здесь продолжить работу дальше, более того, мы должны это сделать, потому что, когда мы будем работать на дешбордах, будем работать с конструктором дешбордах, конечно, писать там category name или там, не знаю, contact name, это все не очень хорошо, потому что люди, которые будут создавать именно дешборды, они все эти названия полей знать не обязаны. Более того, им вообще не нужно знать, откуда эти данные берутся, то есть это вот специальные люди, даты инженеры, вот эти кубы подготавливают, чтобы впоследствии уже пользователи уровнем ниже, да, то есть которые не знают SQL, они просто, например, видели при создании дешборда куб, который отвечает за состав сотрудников компании, выбирает этот куб, и дальше из него уже на дешборд вытаскивают меры измерения, которые должны быть использованы на той или иной визуализации. Значит, поэтому нужно здесь внести изменения, а именно дать название каких-то там бизнес-терминах, и, кстати говоря, сейчас мы принимаем активное участие вместе с Ренодатой в разработке отечественного продукта дата-каталог, у нас будет такая плотная стыковка, и вот эти все бизнес-термины, они будут из бизнес-глоссария сюда подтягиваться, чтобы не нужно было вручную вот это все забивать, то есть в будущем они автоматически, эти названия здесь будут представлены. Также мы можем что-то изменить, да, с чем не согласны, и вот мы здесь можем также создавать вычисляемые меры измерения. Я специально нашел такой столбец, вот здесь у меня, видите, используются две гравитационные функции, сумм, которые нам производят определенный расчет. Значит, вот эти все вычисляемые поля здесь делаются в диалекте того SQL языка, который используется в источнике. То есть, если я использую витрину, находящуюся в Oracle, я пишу на диалекте Oracle, если это POSGIS, POSGIS, ну и так далее. Поэтому здесь можно написать какие-то расчеты, которые затем не будут доступны уже на конструкторе дэшбордах, как отдельное поле. Тоже часто задают вопрос, нам могут делать вычисления, где их лучше сделать и где вообще их можно сделать. Ну, их можно сделать в трех местах. Первое, это на этапе ETL, и туда мы рекомендуем выносить все расчеты, которые довольно тяжелые, сложные, чтобы они выполнялись один раз в момент подготовки данных. Могу привести пример на одной из апробаций, у нас один из показателей, на него было ТЗ на полторы страницы, как именно должен считаться этот API. Сложно, сюда его точно не нужно. тем более, что его расчет требует там обращения к другим таблицам и другие сложные вещи. Значит, если мы, например, хотим использовать, я не знаю, просчитать процент выполнения плана, довольно простая рейхметическая операция, лучше это делать именно вот здесь, то есть добавить вычисляемый факт в куб, и затем он будет просто переиспользован при создании дэшборда. Третье место, где это можно сделать, это, собственно, на визуализации, на каких-то конкретных виджетах. Но при этом мы должны понимать, что вот если у нас, не знаю, тот же процент выполнения плана встречается на пяти дэшбордах, значит, его надо будет подписать пять раз. Более того, если мы, или нам заказчик скажет, что теперь надо процент выполнять, высчитывать не так, а по-другому, мы должны пройти по всем дэшбордам, найти, где мы его считали и, соответственно, поменять. Это очень неудобно, поэтому лучше делать это на этапе формирования куба. Итого, заканчивая вот эту вот часть, мы с вами формируем кубы, которые не являются там теми кубами, как принято, да, это просто мета-информация на тех данных, которые находятся в своих источниках, с которыми затем мы будем работать. Виктория, я хотел бы здесь сделать паузу, прежде чем мы перейдем там уже к визуальной части и посмотреть, может быть, нам поступили вопросы. На данном этапе вопросов нету, но что стало интересно, можно ли переименовать столбцы, названия, то есть в какой-то этап лучше делать? То есть вот, когда мы загрузили данные, уже начали, соединили модель. Ну, смотрите, то есть когда вы данные загрузили, или они уже где-то были, вы эти просто таблички соединили между собой. Да, вы можете в тот SQL-ик вставить, вы можете здесь в этом интерфейсе их вставить, здесь как вам удобно, но обычно, когда начинается создание куба, наши дата-инженеры очень плотно работают и с бизнес-аналитиком, который ставит задачу, и с ребятами, которые будут настраивать дешборды, потому что одну и ту же задачу можно решить там более чем одним способом, особенно если используются какие-то кастомизированные элементы, и иногда проще что-то дополнительно посчитать на стороне ETL, чем потом эту логику как-то выносить вот этот кастомизированный визуальный блок, потому что ETL один раз написали, и он дальше по расписанию работает, да, а больше всего приходит каких-то доработок и прочего именно к визуальной составляющей, а давайте туда еще добавим какой-нибудь переключатель, еще какой-нибудь фильтр, фильтр, чтобы был непростой, и мы вот эту всю логику выносим туда, и очень тяжело отслеживать ошибки, там начинает разрастаться кодовая база, и с этим потом реально тяжело работать. То есть проектирование это очень важный этап, прежде чем идти к системе работать. Да, я вот могу сказать, что в моей практике был случай, когда мы спроектировали, прошли где-то четыре недели и поняли, что мы не вытянем в такой реализации, поэтому пришлось там сделать два шага назад, перепроектировать, и затем мы все сдали вовремя, это произошло скрыто по отношению к заказчику, то есть мы, это наши были риски, да, и они, к сожалению, сработали, но потом у нас было бы большое количество проблем, и проще было вот на этом этапе потерять там 5-7 рабочих дней, но сделать правильную модель. Интересно, спасибо, что поделились таким опытом. Екатерина ранее задавала вопрос, можно ли профильтровать данные или ограничить их как-то на уровне уже вот загрузки. То есть загрузили уже раньше ли работать, ограничить? Ну, это можно будет сделать в фильтрах, потом уже на дэшбордах, но давайте тогда расскажем чуть-чуть про ролевую модель. У нас с вами есть там две основные сущности. Первое — это отчеты и дэшборды, которые находятся в этих отчетах, и второе — это кубы, которые мы сейчас с вами видим. Значит, мы можем давать права на доступ к группе отчетов, к отчетам и к дэшбордам, которые находятся в этом отчете. А также мы можем давать определенные права на кубы, которые вот мы сейчас здесь с вами видим. Причем мы можем просто разрешить полностью использовать этот куб, да, каким-то пользователям группы, а можем добавить туда ограничения, то, что называется RLS, да. И в этом случае это кейс используется, если у нас, например, есть несколько департаментов. Вы, Виктория, находитесь в Москве, я нахожусь в Петербурге, но вы должны видеть данные только по Москве, а я только по Петербургу, потому что у нас соответствующие уровни доступа. И мы можем накладывать на куб дополнительные условия, которые будут применяться в зависимости от того, какой пользователь пришел. То есть куб у нас с вами один, но когда вы заходите и открываете дэшборд, система автоматически туда добавляет условия, там, департамент равно Москва, а для меня она добавит департамент равно в Санкт-Петербург. И таким образом дэшборд 1, куб 1, а вы видите данные по Москве, а я вижу данные по Петербургу. Получается, что у каждого пользователя своя учетка должна быть, то есть это привязывается непосредственно по логинам каким-то образом или как это осуществляется? Обычно это делается на группах. Если мы говорим о внедрении в группных организациях, то пользователи, которые есть в LuxMS BI, они там не используются. Там есть отдельная форма, где вот они тут есть, у меня один пользователь, да. Мы делаем обычно стыковку с Microsoft AD, потому что большая организация, весь учет идет там, и ролевые модели обычно строятся по группам AD и доменам AD. Соответственно, если какое-то аналитическое решение создается, создаются соответствующие группы, и пользователи, которые должны иметь возможность работать с LuxMS BI в этом решении, они просто назначаются уже силами сотрудников заказчика в те или иные группы. Вот нам просто передают некое ПТЗ, как именно нужно реализовывать ролевую модель. В простом варианте это делается кликами мышки, когда мы просто к какому-то отчету или кубу добавляем ту или иную группу AD. В сложных вариантах, когда, например, у меня был такой случай, нужно было работать с конкретными атрибутами конкретного пользователя. Есть возможность написать определенную процедуру, есть под нее место, и она будет работать вот на данном конкретном решении. И там, пожалуйста, можно прочитать какой-то атрибут, который есть у пользователя в Active Directory, сравнить его с чем-то и затем принять решение, может он это видеть или не может. Понятно, спасибо, предлагаю двигаться дальше. Да, давайте. Следующая часть, наверное, самое интересное, это наши дешборды. Так, давайте тогда я попробую в части экономии времени очень быстро пробежаться по тем дешбордам, которые мы сделали согласно техническому заданию, а потом мы попробуем какой-то дешборд с вами вместе настроить, да, и я покажу, как именно вот идет связка виджетов на дешборде с теми кубами, которые мы с вами недавно сделали. Так, сейчас вы должны видеть основной интерфейс, да, и мы видим основной блок продажи компании, деньги, скидки. Виктория, подтвердите, пожалуйста. Да, видим. Значит, что мы здесь сделали, да, ну, как было указано в ТЗ, да, мы здесь представили ту информацию, в которой хозяин этой компании Fashion Evolution в каких разрезах он это хочет видеть. так как нам ТЗ шло прямо по пунктам, да, он хочет видеть такую задачу, такую, такую, мы, собственно, точно так и шли по ним. Поэтому мы сделали там дешборд, в котором есть динамика продаж, есть выполнение плана, есть данные по женской обуви в США и так далее. Значит, что здесь, наверное, хочется такого отметить? Ну, как бы графики и графики, я думаю, что в любом BI их можно нарисовать. здесь мы как бы попытались добавить кастомизированный элемент специально, чтобы как-то, ну, тоже, видите, этот дешборд и внести в него что-то такое, чего нету в стандартных элементах. Вот, если вы посмотрите, вы увидите, что сверху у нас есть блок, который нам вводит какую-то информацию с таким вот красивым фоном, с такими вот кубиками. Значит, сделано это было с помощью кастомизированного элемента, он не сложный, просто вот реализует в таком виде отображения виджета. Значит, если я здесь сейчас включу режим редактирования дешборда, то есть у нас конструктор дешборда имеет веб-интерфейс, как и отображение самих дешбордов, просто в зависимости от прав пользователей, да, я могу с этим дешбордом что-то сделать. Значит, я переключаюсь в режим редактирования дешборда, и здесь у меня, видите, появляется панель, которая похожа и на другие BI-системы, то есть я здесь вижу все доступные виджеты, которые я могу поместить на этот дешборд. И здесь есть два таких виджета, которые называются внутренний и внешний. Это вот те виджеты, которые создаются непосредственно разработчиками. Почему внутренний и внешний? Здесь есть два подхода, один из них позволяет создавать новые типы виджетов на jQuery, второй позволяет это делать на React. Поэтому, когда я перейду в редактирование вот этого нестандартного виджета, я увижу, что у меня тип визуализации, видите, внутренний, и указывается здесь тот ресурс, который установлен в этой инсталляции LuxMS BI. То есть, если я нажму вот эту папочку, то я увижу такой файловый Explorer, который мне показывает, какие здесь у меня установлены нестандартные элементы, которые я могу использовать в качестве типа виджета. Вот у меня есть отдельный отчет, который называется LuxMS BI ресурсы, и вот видите, здесь у меня есть Custom HTML, есть какой-то мой компонент и так далее. То есть, я его просто выбираю, да, и у меня таким образом подключается вот этот вот нестандартный виджет. Как видите, здесь нет ничего сложного, и мы с самого начала, когда создавали LuxMS BI, мы прекрасно понимали, что мы не сможем объять-необъятность, сделать все прямо типы визуальных элементов, которые могут понадобиться. Поэтому, сделав основные, то есть, это там столбики, линии, не знаю, водопады и так далее, мы вот все, что кашается нестандартным, сделали возможность добавлять силами разработчиков наших, нашего партнера, интегратора или заказчика, если, соответственно, их специалисты пройдут соответствующее обучение. вот эти вот, как я уже говорил ранее, все вот эти вот код, да, он точно так же легко переносится между средами, здесь никаких проблем нет. И главное, что вот эти вот кастомизированные элементы, они находятся за пределами игры LuxMS BI, то есть, если вы перейдете с версии 7 на версию 8, все эти элементы останутся работать и обновление системы их не затронет, то есть, они как работали, так и будут работать. Так, давайте пойдем дальше. Значит, здесь еще дополнительно была задача по вот-ив-анализу, и я хотел показать, как у нас работает вот-ив-анализ. Значит, мы вот-ив-анализ видим, ну, как некую формулу, да, которая должна включать в себе коэффициенты, которые будут влиять на расчеты, ну, в данном случае по прибыли. Значит, если мы перейдем в режим редактирования и посмотрим на нижний график, да, то мы с вами увидим, что у нас здесь есть две метрики. Одна из них, я же специально здесь поставил коэффициенты единицы, давайте попробуем здесь посмотреть, они здесь более наглядно видны. То есть, у нас, по сути, есть формула, которая нам считает прибыль без учета коэффициентов, есть формула, которая считает прибыль с учетом коэффициентов. вот они у меня здесь видны, можно их здесь отредактировать, да, то есть, это количество умножить на Qt, стоимость unit умножить на UC, ну, и так далее. Здесь у меня эта формула забита. Значит, далее, вот в этом отчете созданы так называемые коэффициенты, которые я вот здесь вот в формулу заложил. То есть, у меня есть поле в моем кубе, которое называется unit price, а также у меня есть этот самый коэффициент. И дальше я могу, точнее, не я уже, пользователю, да, мы даем возможность работать с этими коэффициентами. По умолчанию они все равны единице, соответственно, два графика, реальная, и вот это вот рассчитанное по формуле вот их анализа, они совпадают. Но когда я начну вот эти бегунки менять, у меня, видите, начинаются эти графики разъезжаться, ну, и таким образом я могу посмотреть, а что бы было бы, если бы у меня бы, не знаю, была бы скидка меньше, или количество продаж было бы больше на 4%, и так далее. То есть вот такой функционал позволяет нам создавать не просто расчетные какие-то показатели, которые мы можем делать на основе полей нашего куба, но и с помощью вот таких коэффициентов, которые мы можем вводить в систему, делать эти расчеты и давать пользователю возможность работать с этими коэффициентами и получать какой-то анализ возможных результатов. так, ну, еще немного о тех дешбордах, что мы делали, процент выручки отдельных поставщиков, да, что еще важно, у нас есть для фильтров отдельно блок, который называется управляющий деш, он может быть размещен на поле самого дешборда, а можем мы его разместить на вот этом выезжающем меню, ну, для того, чтобы его можно было убрать, с ним удобно было работать, но при этом, если я здесь буду работать с фильтрами и возьму, беру, например, Австрию, да, соответственно, у меня графика все диджеты перестроятся, еще раз напомню, да, что зависит от того, на каких именно источники мы работаем, если это хранилище заказчика, то считайте, что он получит вот столько запросов, сколько диджетов у меня представлено на данном дешборде. И если я перейду на другой дешборд, например, по динамике продаж и снова открою фильтр, я увижу, что Австрии у меня нету. То есть вот эта вот связанность между дешбордами управляющего блока она сохраняется и переходя между дешбордами, вы контекст не теряете и продолжаете работать, как с ним работали. Значит, есть возможность создать вообще единый вот этот управляющий биджет на все дешборды отчета. Если я зайду в выполнение плана, я тоже его... А, вот, кстати, его здесь не увижу. Сейчас объясню, почему. Если я зайду на женскую обувь, я снова вижу свой вот этот управляющий деш. Потому что, в принципе, для дешборда вы можете переопределить этот управляющий деш. И в этом случае для конкретного вот этого дешборда будет свой управляющий блок, в котором есть всего два... две аналитики. Это год, за которым мы смотрим данные, и, соответственно, менеджер, за которым мы смотрим. Так. Еще несколько моментов, которые именно связаны с работой виджетов возможных. Значит, тоже вопрос нас часто задают. А есть ли у вас переходы? И что можно делать с помощью этих переходов? Ну, тут у нас немножко не помещается. Сюда табличка большая. Давайте мы вот это левое меню немножко скроем. Уберем его. У нас стало побольше места. как можно настроить интерактив в части виджетов? Наверное, самое простое это то, что есть и очень часто применяется на дешбордах, которые делаются по крикам, табло и так далее. Это связность виджетов между собой. То есть, смотрите, я сейчас что вижу? Я вижу продаж товара, снизу у меня виджет по странам, а сверху у меня есть себестоимость в сумму продаж и прибыль, которая, соответственно, рассчитывается по всем продажам. Вот если я здесь нажму на Германию, то у меня график перестроится и будет применен фильтр. То есть, я теперь вижу на этом графике и на этом графике данные только по Германию. На самом деле, если так более внимательно посмотреть, то это просто некий такой шоткат, как если бы я на фильтрах выбрал Германию. Так, не попал. Вот. То есть, у меня Австрия, Англая, Ангентина, а галочка стоит только у Германии. То есть, в принципе, такой же истории пользователь мог бы добиться, если бы сам все галочки обкликал, а одну бы прикликал, у него так точно так же данные были бы только по Германию. Ну, давайте вернемся назад. Дальше. Дрилдауны. Дрилдауны бывают двух видов. Мы можем делать дрилдаун в рамках того куба, в котором работаем, а можем делать так называемые query pushdown, когда мы можем отправить запрос с контекстом прямо на источник. Ну, то есть, представим, что у нас есть данные, которые хранятся в хранилище, и там, например, данные по транзакциям, в нашем случае это данные непосредственно по продажам, но у нас отдельного хранилища нет, у нас все в одном месте, но такое вполне себе возможно. А в процессе подготовки этих кубов, да, с помощью тела мы считаем какие-то агрегаты уже там, посчитанные там по странам, по городам и так далее. Значит, первый вариант drilldown, сейчас мы его посмотрим, настройках, это когда мы с вами настраиваем ридер. Когда мы с вами настраиваем drilldown именно по какой-то иерархии. Лучше на этом чуть-чуть показать более наглядно. Так, вот, называется они иерархия. То есть, когда я кликнул на этот столбик, да, я сделал иерархию страна заказчика, город заказчика. Таких иерархий могу создавать несколько, делаются они, чуть позднее покажу, как, когда мы будем дешборд создавать, да, из тех полей, которые нам доступны в кубе. Что у нас в итоге получается? Получается у нас, что когда мы нажмем на этот столбик, видите, у нас здесь появилась страна заказчика. Мы с вами смотрим второй квартал 2006 года, если я здесь нажму, я увижу детализацию по стране заказчика. То есть, вот такая вот здесь у меня строится фотография, которую мне показывают Германия первые и так далее. Можно с ней там как-то поработать, да, то есть, поразумировать, проскоррировать и так далее. Но, если помните, там было два поля, страна заказчика и город заказчика. Поэтому, кликнув еще раз в эту точку, мы получим детализацию по городу заказчика. Мы провалимся еще ниже, и для второго квартала 2006 года по Германии мы увидим все города, которые сюда входят. При этом мы не выходим за рамки куба, а работаем в нем, выстраивая вот такую вот иерархию для drilldown. Значит, второй вариант, то, что я рассказывал, это, собственно, про получение исходных данных, которые могут храниться где-то вовне по отношению к Luxem SBI. Здесь, если я нажму на столбик, я также увижу страну заказчика, а дополнительно я увижу детализацию договоров. Значит, это, собственно, тот самый query pushdown, который даст нам исходные данные. Вот если я на него нажму, то я получу запрос, который уйдет в источник, и там точно так же будет сформирован контекст, который даст мне второй квартал 2006 года, да, и я увижу вот тут исходную информацию по продаже на страну заказчика, город заказчика, категория товара, цена за единицу, скидка и так далее. Плюс ко всему, у меня здесь будет, есть поиск, то есть если мне все данные не нужны, я могу здесь поискать, ну, например, по менеджеру Пресли. Это уйдет и снова запрос на источник, но уже с фильтром, который я указал по Эрику Пресли, и мы с вами видим тут часть данных, и дополнительно я могу скачать в формате Excel и получить вот эту табличку, которую мы здесь видим, для того, чтобы с ней потом что-то делать. Вот этот вот функционал оказался весьма востребован, и я помню в одном из проектов мы специально там дорабатывали систему, чтобы она могла скачивать более миллиона строчек, поскольку миллион в одну вкладку Excel не врезает, мы разбивали это по вкладке. Сложно сказать, как потом с этим объемом можно работать в Excel, но раз это было нужно, мы этот функционал предоставили. Дальше. Есть у нас с вами, видите, две таблички. Я их специально сделал одинаковыми, чтобы показать, как можно из этих табличек ссылаться на другие дешборды. Но у нас есть дешборд отдельно, который нам показывает информацию по динамике продаж. Очень легко его запомнить, видите, такой светлый синий, темно-синий нам показывает динамику продаж. Давайте вернемся к нашему дешборду и нажмем вот здесь вот Швейцария, Берн. Если я сюда нажму, то вот тот самый дешборд, который мы только что видели, я его увижу в виде попапа и за квартал 2006 года посмотрю по Берне какие были продажи. То есть один из вариантов перехода на дешборд, на другой с контекстом, это просто некое модальное окно, которым показывается даже не дешборд, это виджет, который какой-то график себе хранит. У нас есть виджеты, которые могут в себе содержать другие виджеты, поэтому при необходимости такой подход можно использовать, чтобы какой-то другой дешборд показать прямо попапе. И второй вариант, когда мы четко с вами перейдем с сохранением контекста на другой дешборд. У меня здесь строчка «Франция, Марсель». Я нажимаю на себестоимость, перехожу на этот дешборд и вижу, что у меня есть данные по Франции и по Марселю. Как это проверить? Ну, собственно, видите, здесь помимо перехода был применен фильтр из таблицы той ячейки, по которой я кликнул, которая отвечает за город Марсель и, соответственно, за страну Францию. Так, давайте вернемся назад. Хорошо. Здесь, наверное, основное то, что хотел показал. Да, можно условно форматирование сделать и раскрашивать столбцы в зависимости от их значения, зеленый, желтый, синий. И давайте перейдем к самому интересному, попробуем создать уже какой-нибудь дешборд. Как мы это с вами сделаем? Ну, вот, перейдем в режим редактирования и создадим новый дешборд. Пишем здесь новый дешборд. Создали, сохранили, пришли на него. Видим, что он у нас абсолютно чистый, ничего у нас здесь нет. И сейчас мы будем с вами сюда наполнять биджеты, добавлять. Так, переходим в режим редактирования и возьмем столбики, перетащим их на нашу поле. У нас здесь нет данных, по понятной причине нам их нужно настроить. Значит, я кликаю в этот виджет и вижу мастер настройки этого виджета. Укажем заголовок. У нас сразу появился. Затем выберем источник. Значит, если здесь этих кубов будет достаточно много, то вы можете просто набирать что-то на клавиатуре, ну и, соответственно, будет проходить фильтрация, и вы таким образом легко найдете тот куб, который вам нужен. Так, дальше выбрали куб. Все еще у нас ничего не появляется, потому что мы с вами не указали, какие факты мы хотим здесь увидеть. Значит, ну давайте добавим сюда сумму продаж заказа и выберем агрегационную функцию, именно сумму, и добавим сюда себестоимость заказа и тоже выберем сумму. Вот у нас с вами появилось два столбика. То есть, по факту мы обратились к этому кубу и просуммировали все данные, какие там есть, по полям сумму продаж заказа и себестоимость заказа. Вот у нас получилось два столбика. Теперь давайте попробуем добавить вычисляемую факт, сейчас я пойду у меня просто формула сохранена. Значит, формула достаточно простая, она нам считает прибыль. Значит, мы говорим, захотим добавить факт, выбираем выражение и сюда сохраняем формулу, которую я заранее подготовил. Вот она у нас здесь с вами появилась, но понятно, что там значения очень маленькие, их у нас просто не видно. Так, дополнительно мы с вами добавим какую-то размерность, чтобы посмотреть, как по оси X она меняется со временем и добавим сюда, ну, например, квартал. Вот, уже стало интереснее. Значит, мы видим, как по времени у нас с вами менялась сумма продаж, себестоимость заказа, но все так же мы не видим нашу прибыль и более того, она у нас, видите, в легенде показывается прям формулой, которая была. Давайте попробуем этот момент изменить. значит, мы можем перейти в настройки, которые отвечают за наши факты и здесь мы сможем делать следующее. Ну, во-первых, мы можем изменить название, которое сформировается автоматически, нам показываются здесь и гравитационные функции, что эта сумма показывается ими поля, но мы можем просто написать сюда все продажи, например, продажи. Да, снизу мы видим, что у нас изначальное значение отображается, а, соответственно, сверху, которую мы только что создали. Вот, а здесь мы пишем себестоимость, себестоимость, буст, да, вместо этой формулы страшной мы напишем прибыль и дополнительно, ну, можем здесь какие-то цвета выбрать. Значит, помимо дата пикера, который вот здесь можно задать, да, стандартно или можно в код указать цвета, мы рекомендуем использовать те цвета, которые идут в рамках вот этой вот общего представления, общего скина или шаблона, они выводятся отдельно, для того, чтобы нам с вами, ну, не искать эти конкретные оттенки желтого и зеленого, то есть здесь могут быть какие-то цвета, которые приняты в компании в соответствии с бренд-буквами, стайл-гайдами и прочим. И выберем здесь вот такой голубенький, а здесь выберем желтенький, а для прибыли выберем зелененький. Значит, дальше мы здесь можем сменить тип графика, например, для нашей прибыли мы укажем сплай. Также мы можем здесь задать единицы измерения, у нас будет продажа и себестоимость измеряться в рублях, да, а прибыль будет измеряться в процентах. и дополнительно мы можем здесь задавать формат выводимых значений. Делается это так же, как и в Excel, то есть с помощью знаков шарп. Покажем еще количество знаков по связи с т.р. Абсолют будет здесь целое значение. для прибыли мы сделаем двумя знаками по связи с т.р. Сохраним, посмотрим, что получается. Значит, вот у нас наш график изменился, у нас появилась ось процентов, наша прибыль стала вот этим сплайном, и продажи себестоимость соответственно ушли на ось рублей, и вот таким образом это у поставлен. Так, дальше, давайте попробуем сюда добавить на этот дэшборд какой-то блок, который будет нам помогать с фильтрацией, то есть управляющей дэшик. То есть мы сейчас сохраним, посмотрим, что у нас получилось, и будем добавлять новый виджет, который называется управляющей дэшик. Мы его с вами разместили, он пока у нас показывается такой темный прямоугольник, но мы его сейчас тоже наполним данными. Значит, принцип точно такой же. Выбираем источник, в нашем случае это культ заказа 2, и выбираем размерности, то есть те, которые мы хотим фильтровать. Значит, здесь я хотел добавить дату заказа, также сюда добавить город заказчика и страна заказчика. Отлично, вот у нас получился управляющий дэш, который будет нам давать возможность работать с тремя измерениями, с тремя размерностями. Сохраняем. Вот он у нас с вами отдельно расположен. Но я сейчас буду что-то менять, и у меня ничего на самом деле не будет происходить, потому что виджету предыдущему мы ему не задали условия, то есть те фильтры, которые он будет принимать, на которые он будет реагировать. Поэтому мы снова идем в режим редактирования, переходим уже в наш виджет первоначальный, который мы создавали, и идем в раздел, который называется фильтры, и здесь нам нужно указать те размерности, по которым мы хотим фильтроваться. У нас их три, давайте все три добавим. Дата заказа, сторона заказчика. Нет, неправильно набрал. Сторона заказчика и город заказчика. Так, ну давайте сохраним, посмотрим, что получилось. Итак, ну и что-нибудь уберем, например, Австрию. Да, видите, пошел перестраиваться, убираем Англию, то есть виджет нас стал реагировать. Давайте поработаем с датой и выберем, например, данные с 2004 по 2006. Что же у нас с вами на оси X, теперь первый квартал 2004 года и четвертый квартал 2006 года. Ну давайте еще что-нибудь красивое сделаем, например, мешает нам этот виджет, много места занимает, давайте его разместим на правой панели и скроем. Вот он у нас пропал, но зато он у нас оказался в этом выезжающем меню. Дальше. Еще хотел вам показать, каким образом можно дать пользователю больше свободы, а именно есть у нас прекрасный виджет, который называется Pivot Table. Сейчас мы его тоже сюда добавим. Сводная таблица называется. Мы его добавили. Принцип настройки точно такой же. То есть мы с вами выбираем источник и выбираем, какие факты мы здесь будем смотреть. Сумма продаж заказа, снижение товара тоже по сумме и добавим сюда те размерности, с которыми будет работать наш пользователь. Так. Давайте также сделаем город заказчика. Она заказчика. Страна подключика. Она нет. Она поставщика. Так. Была. Простите. Город поставщика. Так. Менеджера я хотел еще добавить. Ну, пусть будет. Этого достаточно. Значит, видим мы с вами вот этот виджет. так. Так. Виджет не очень. Давайте ему побольше места дадим. Так. И у нас получается вот этот пилот тейбл. Лучше его, наверное, даже развернуть на весь экран. Значит, да, еще хотел настроить вывод умолчания измерений. Давайте уберем. То есть я сейчас они выберись все, какие я только выбрал, но мы можем, например, некоторые из них убрать. Вот они, видите, я их просто драком-дропом убираю с осей, и у меня из пяти осталось только три. Менеджера тоже выберу. Вот, осталось два. Значит, дальше мы видим с вами этот пилот тейбл. Видим, что у нас здесь есть только аналитика по стране поставщика и города поставщика, и два наших факта сумма продаж и себестоимость товара. Обратите внимание, они показываются как и с большим количеством знаков после запятой. Мы это также можем поправить. Что может делать пользователь? Ну, во-первых, он может что-то добавить. Да, вот у нас есть менеджер, давайте вытащим это на столбцы. Вот я это сделал, и дальше, видите, у меня здесь каждый факт разложился по менеджеру. Дальше пользователь может здесь, например, сказать, что там Джоанна Коллинса и Ингвет Хендрикс он не хочет. Соответственно, мы брали галочки, они у нас пропали. Дальше страна поставщика тоже можно работать с фильтрами и убрать, например, Данию и Испанию. Также мы можем включить, например, подытоги для какой-то аналитики, его достаточно галочку поставить. Вот у нас появилась дополнительная строчка подытог по городам. Вот, то есть и тоже важный момент, я сейчас попробую быстро скралировать. Видите, у меня данные в какой-то момент пропали. связано это с тем, что мы, когда работаем особенно с пивот тейблом, мы все данные на клиента не загружаем. То есть клиент отправляет запрос, да, и таким образом, чтобы указать, какую область данных он хочет показать пользователю. И дальше сервер возвращает те данные, что нужно, и таким образом этот виджет работает как окно в данные, с которые и не перегружают клиента, то есть это работает на даже небольших рабочих станций с малым количеством памяти, да, и это все возможно за счет того, что мы показываем только те данные, которые нужно показать. Да, сейчас я сверю, что я еще хотел показать. Так, еще один момент, как работать с виджетами. Вот, у нас, кстати говоря, будет очень интересный проект сейчас, и к концу года мы должны его сдать. вот этот пилот-тейбл будет работать на данных с Абхана, там реально будут данные за несколько лет порядка терабайта. Мы будем стыковаться с Абханой и использовать наш горячий слой для того, чтобы там порядка будет одновременно 50 пользователей, чтобы они могли работать со своими данными. Значит, еще хотел показать немножко такую возможность работы с конструктором дешбордов. Значит, смотрите, вот у нас есть дешборд, мы сейчас перейдем в режим редактирования и параллельно я открою еще один дешборд. Виктория, подскажите, пожалуйста, видите ли вы второй дешборд или мне нужно перезапустить два окна браузера друг на друге? Так, мы видим только вот вкладку дешборда. Ну, так, сейчас, сейчас исправлю. смотрите, я открыл два браузера и у меня здесь представлены с первого дешборда и вот тот дешборд, который мы с вами редактируем. У нас есть возможность с помощью драк-н-дроба отдельные виджеты перетащить. Видите, я его перетащил и у меня дальше вот этот виджет давайте проверим на другом дешборде. Вот так. Получилось. Видите, у меня с другого дешборда виджет перенесся на этот дешборд со всеми своими настройками и таким образом я могу из других отчетов, из других дешбордов конкретные виджеты перетаскивать на тот дешборд, с которым я работаю. Так, и еще хотел показать интересный функционал, который называется презентацией. Значит, как он работает? Смотрите, когда пользователь работает с дешбордами, он создает контекст, то есть он выбирает какие-то фильтры и таким образом создает ту картину, которую он хочет работать. Дальше мы можем вот этот вид сохранить в виде закладки, вот этот дешборд со всеми фильтрыми. Для этого есть специальная звездочка, иконка, я на нее нажимаю и система меня спрашивает, как мне назвать закладку, какое описание сделать и какую презентацию добавить и должен создать новую презентацию. Таких слайдов я могу создать сколько угодно, и в каждом презентации будет сколько угодно слайдов. Затем впоследствии вот эти презентации будут доступны в соответствующем разделе, который называется презентации, и я могу их посмотреть. запускаю просмотр и вот у меня первый мой бюджет появился, точнее дешборд. Снизу мне показывается описание этого слайда, название слайда номер один. Я могу включить и выключить описание и вижу, что у меня всего здесь два слайда. Если я открою правое меню с моими фильтрами, я увижу, что у меня Австрия здесь отсутствует. То есть этот контекст, который я сделал, он у меня без Австрии. Ну и соответственно я могу перейти на следующий экран. Здесь точно также увидеть, что у меня год не с начала, не с 2003, а с 2004 по 2007. При этом, когда я работаю в этом режиме, проигрываю его, у меня все возможности по работе с MSBI остаются. Если кто-то спросит, задаст мне вопрос, я могу всегда перейти на другой дешборд, включить какие-то фильтры и ответить на тот вопрос, который мне задали. И затем перейти просто к следующему слайду и продолжить свое выступление. Дополнительно к этой презентации я могу дать доступ, я могу его здесь отредактировать, изменить его название и могу также сгенерировать PDF и PowerPoint. У нас был опыт, мы подобные презентации рассылали по расписанию, здесь есть соответствующая иконка, можно создать расписание, дать название, выбрать те шаблоны, которые должны туда попасть, периодичность, там ежемесячная, еженедельная, указания в какие дни и время, в которое мы должны получать этот вот отчет. Единственное, что непосредственно на внедрении нужно будет с заказчиком прорабатывать как именно в 8 утра 3-го числа 15-го и 19-го каждого месяца, как именно будут генерироваться вот эти вот отчеты. мы делали это по генерации на прошедший день, таким образом решается кейс, когда пользователь приходит в офис, открывает почтовый клиент и видит, ему уже пришли вот эти вот презентации со скриншотами тех экранов, которые он хотел увидеть. Ему не нужно идти в смс-ди, искать эти все дешборды, они к нему приходят уже в подготовленном формате PDF. но возможно у заказчика будут какие-то другие пожелания, он захочет за прошедший год отравнять или еще какие-то условия, в общем, все это можно настроить, поэтому такой интересный функционал именно презентации мы реализовали на Luxemort.di. Так, сейчас я сверю со своим списком, про копирование рассказал, про кастер и дешборг рассказал, вот их тоже. Виктория, я закончил. Отлично, потому что у нас скопилось очень много вопросов, давайте мы общие хотя бы рассмотрим. Первый это про даты, то есть коллеги спрашивают, как происходит работа с датами, иерархия дат и деление на кварталы года, можно ли это сделать автоматически или необходимо настраивать куби вручную? Вопрос от Анастасия Стапенко. Ну, я начну тогда, Дмитрий подхватит. Значит, вы можете в принципе вот это поле дата, которое есть в источнике в кубе, на его основе сделать то количество измерений или размерности, которое вам нужно, используя те возможности, которые представляет источник. То есть, вы можете оттуда, например, не знаю, дни недели, вы можете оттуда получить кварталы и так далее, номера недель и прочее. Дима, дополнишь меня? Да, так как у нас идет работа по воссозданию или созданию ассоциативной модели, вот автоматическая работа с датами, да, чтобы не заранее предусматривать эти столбцы, да, с днями недели, например, а чтобы это было, ну, на самом деле это и сейчас доступно, просто, скажем так, для каждого диалекта, источника, надо знать, как работать с датами, там, в Postgres это одни там заклинания, в Precaus немножко другие. Мы хотим сделать это автоматически, чтобы не, чтобы с любыми источниками, с которыми мы стыкуемся, это работало одинаково с точки зрения конечного пользователя. То есть, ответ, да, это сейчас можно сделать, Максим показал, и, наверное, не настолько удобно, как нам самим бы хотелось бы, поэтому окончательный ответ, как только ассоциативную модель мы выпустим, я надеюсь, это в девятой версии появится, то вот как раз работа с датами там будет реализована. Ну, много вопросов, на самом деле, на эту тему, но ответ один на это. Спасибо, Дим. Надо немножко подождать. Спасибо, Дим. Да, вот хороший еще вопрос от Анастасии Остапенко. Это про навигационную панель сделать кнопку, предложите, как нравится ли навигация идет через фиксированную панель слева. Вот то, что касается обвязки, то, что видели сверху, то, что видели слева, это может быть кастомизировано. То есть, фронт-энд-разработчики LuxMS BI могут переопределить вот эти блоки, так как им нужно, и поменять их расположение. Это делается через создание нового шаблона, который может быть применен на каком-то конкретном внедрении. Так. Функционал работы с иерархами доступен только в сводной таблице или можно в других графиках? Ну вот, вы имеете в виду, видимо, имеется в виду, что можно самому выбрать, что пользователь не в конструкторе делает, а непосредственно уже работает с тем виджетом, с которым он работает. У нас есть идея подразвить наш конструктор таким образом, что любой виджет это на самом деле pivot table, где пользователь сам набрасывает, что ему нужно на O6, на O6, по аналогии с pivot table, который я показал. Но в настоящий момент такую гибкость дает только pivot table, связанное это в том числе и с теми данными, которые необходимо обрабатывать. Ну, я надеюсь, что мы тоже в эту сторону придем и дадим больше свободы пользователям конечным, чтобы они могли как-то менять свой дешборд. Однако, со своей стороны, хочу сказать, что обычно вот тем внедрения, которые у нас были, вот эту вещь, то есть создание виджета делает какой-то специалист, который готовит этот дешборд либо для того, чтобы самому проанализировать какие-то данные, либо для того, его попросило руководство быстро сделать какой-то дешборд по какому-то совещанию, соответственно, его делает. Когда речь идет о каких-то дешбордах, которые подготовлены и тематически доступны для широкого круга пользователей, то здесь такая вариативность обычно не нужна, потому что все смотрят именно в тех разрезах, которые есть. Если пользователь хочет это как-то покрутить, он может создать свой дешборд, перетащить туда вот те виджеты, которые, как я это показывал, прям драг-н-дропом, вот ребята хотят еще сделать, добавить отдельные кнопки, что может быть не так интуитивно понятно, что можно между браузерами таскать виджеты, сделаем кнопки Ctrl-C, Ctrl-V, ну и дальше переместить это к себе на дешборд, и там делать с этим в общем все что угодно, им будет доступен конструктор, и он, пожалуйста, на OX, и там OX вытащит все, что ему нужно. То есть это просто одни из кейсов. Если будет, конечно, запрос с рынком, что нам нужно это здесь и сейчас, именно в таком виде, у нас все для этого есть. Просто вот, если говорить по приоритетам, наверное, ассортивная модель это наш сейчас главная цель. Да, ну отвечая вот именно на этот вопрос со столбиками, мое мнение, что это наверняка будет работать, да, потому что легенда, которую мы показываем, она интерактивная, и нажимая на легенду, да, те или иные вот столбики, то есть если города выведены на OX, и нажимая на легенду на каждый город, можно их скрывать, да, но единственное, что итоговая сумма там не поменяется, мы ее не считаем. Вот, то есть вполне возможно, что ответ на ваш вопрос да, прямо сейчас, то есть если мы его правильно поняли. Так, фильтр по дате со временным с учетом секунд, но мы преднамеренно в стандартной поставке секунды не включаем, это обычно какая-то история связана с мониторингом и с обработкой каких-то данных, которые постоянно в потоке льются, вот, мы делали определенные вертикальные решения, в том числе и для промышленности, где отслеживали состояние станка, очень интересный проект вместе с нашим партнером, который предоставлял датчики, которые размещались на станке, снимали там вибрации с него, снимали показания по уровню масла, снимались показания по потреблению электроэнергии, дальше опять-таки партнер собирал это все, все эти данные и нам по протоколу МКУТТ отправлял. Мы показывали анализ этих вот вибраций по трем осям и прочее, там действительно нужно было до секунд, но аналитики, да, финансовые и прочее, секунды не востребованы, поэтому мы их убираем. Так, надо, наверное, наверх куда-то подскроллировать. Дима, смотри, тут на много вопросов уже ответил. О боже, Виктория, что будем делать? Что-то совсем много я имею в виду вопросов. Давайте еще вот один, который мне здесь понравился, потом от меня есть тоже пара вопросов. Всеволод спрашивал, можно ли добавить всплывающие подсказки, тултипы, и как много дополнительной информации можно вывести в него, кроме той, которая есть на основном графике, интересует именно. Тултипы показывают ту информацию, которая есть в этой точке, то есть, если мы наводим мышку, то мы видим, там, не знаю, название показателя, двоеточие его значения. Это, на самом деле, все, что можно сделать с тултипами на графиках, но если говорить о тултипах на карте, сейчас давайте карту забыл показать, очень быстро покажу, то там возможности больше, потому что там можно создавать карточку объекта. Сейчас. Был. Будет данных. Наш Fashion Evolution карта. Карта есть возможность работать с областями, с заливками, с конкретными точками, но если мы кликнем на точку, мы видим, вот у нас горьки, кута, значение показателя, и здесь можно прямо делать карточку объекта, выводить не только числовые значения, но и текстовые, и вот в частности для, у нас был проект, мы делали аналитику по потребителям электроэнергии, тут вводилось прям большое количество информации, там, фио потребителя, номер его договора, дату поверки прибора учета и так далее, так далее, так далее. Понятненько. Смотрите, то есть за время вебинара мы тут перечисляли и даты инженера, и фронтет-разработчик. Хотелось бы понимать, какая команда нужна со стороны для того, чтобы вообще внедрить LuxMS BI в своей компании? Значит, смотрите, здесь мы, у нас, в принципе, эти роли соответствуют тем курсам, которые у нас есть. Прежде всего, начнем как бы с азов сначала, это системный администратор, это сотрудник, который занимается тем, что разворачивает LuxMS BI у заказчика. Возможно, поставка в виде виртуальной машины образа, возможно, установка вручную через пакеты, обновление через пакеты. Этот же специалист отслеживает работу компонентов, проверяет их, как они работают, останавливает, запускает и так далее. То есть, первая роль это системный администратор. Следующая роль это дата инженера. Это, наверное, основная. Упыту, все аналитические проекты, там, из 65 до 75 процентов, это все, что связано с данными. Их надо найти, их нельзя найти, они должны быть в базах данных, их там нет, присылают эксели, эксели в какой-то адовой форме. Ну, то есть, вот все, что касается данных, это вот, наверное, основная работа ложится на плечи дата инженеров. Соответственно, дата инженеров мы обучаем работе с XMS-дата-борингом, но, в принципе, как я говорил, выше этот переход от ETL к KLT позволяет на эту роль идти сотрудникам, у которых есть знания middle SQL. Вот, они могут эти данные, соответственно, зная SQL, положить на наш горячий слой, как-то их там обработать с помощью SQL команд. Скорее, те, кто знает SQL, скорее всего, занимались отчетностью, поэтому для них там расчеты прибыли, это уже история понятная, они это знают, умеют, держа, стоя из колена. Вот, поэтому здесь мы видим тех, кто знает middle уровень SQL, очень хорошо подходит на эту роль. Выучить, как делать флоу в дата-боринге, ну, там, не знаю, вопрос нескольких дней, да, цепочки соединяем, у нас есть какие-то такой кукбук, как сделать upload файла, как, не знаю, отправить сообщение там, email, еще куда-то. Дальше этих кирпичиков нужно собирать вот эти флоу. Следующая роль, это роль фронт-энд-разработчика. Она не всегда востребована, потому что не всегда нужно использовать какие-то кастомизированные элементы. Если мы говорим о аналитическом решении, там без фронт-энд-разработчика вообще никуда, потому что вам по факту приносят дешборды, адресованные либо в фотошопе, либо в фигме, и заказчик говорит, вот хочу, чтобы было так же, один в один. Поэтому создаются под них там свои бублики, свои графики, интерактивность, какая необходима, да, могу в качестве примера привести, вот, например, мы делали эксплуатацию сетей связи, видите, здесь используется нестандартный элемент, при этом вот эти на все эти 912 можно нажать, у меня тут, видите, красный график, нажму на оранжевый, да, решение решено с обходным решением у меня, оранжевый график, и вот это вот все приходит в ТЗ. На стандартных элементах это сделать просто невозможно. Также, кстати, вот, например, переход, да, коллеги не хотят кликать на точку, им нужно отдельное кнопочками сделали, переход на листы регистрации, и вот все вот эти инциденты, которые, значит, мы сейчас видим, они тут показаны в табличном виде, что случилось, когда будет исправлено, и так далее. Или, например, еще вариант, вот, запланируются какие-то работы, хотим видеть план, тоже с переходами, вот это вот такая вот диаграмма. Тоже на стандартных ее не сделать, но там разработчик сделать это очень просто, он подключается к нашему фреймворку, по сути, начинает работу с того, как ему пришли цифры, которые вернут сервер, и дальше он их с помощью любых JavaScript-библиотек, ну, единственным, должен отслеживать, насколько лицензия позволяет использовать эти библиотеки. Так, мы никак не ограничиваем, пожалуйста, там, D3, не вопрос, HighCharts, пожалуйста, E-Chart, пожалуйста, ну, пользуйтесь, что хотите, вот, чтобы отрисовать именно ту визуализацию, да, с тем функционалом, который необходим. При этом API позволяет защищенный доступ быстрый к данным, то есть вся обвязка, все работает. Да, то есть не нужно куда-то отправлять какие-то запросы, все за разработчиком сделает этот фреймворк, но если там именно хочет куда-то дополнительно сходить, ну, не знаю, в GIS-мете.ру за прогнозом погоды, ну, пожалуйста, может написать соответствующий код. Хотя я бы это делал бы на датаборинге, там тоже можно обратиться к им-сервису и получить этот прогноз. Платформа прям поражает своей возможности кастомизации, если честно. Можно ли получить вообще дымо доступа к системе и вот хотел бы понимать по модели лицензирования, что тут лицензируется, по пользователю сервера, как нужно правильно подойти к этому вопросу? Да, значит, для того, чтобы получить, ну, начать работать с MSBI, нужно стать нашим партнером, либо иметь какой-то задачи от функционального заказчика. Ну, например, мы прошли все апробации в Газпромнефти. Соответственно, если у организации есть рамка с Газпромнефтью по созданию каких-то аналитических решений, дэшбордов и прочего, да, то, соответственно, они могут брать в MSBI, это компания, и решать задачи для уважаемого заказчика. Да, мы, соответственно, со своей стороны здесь там проведем необходимое обучение, чтобы эта компания могла решать требуемые задачи на MSBI. Что касается лицензионной политики, здесь мы лицензируем по пользователям, мы лицензируем по серверам, мы лицензируем по вычислительным мощностям, то есть три истории, возможно. Дальше нужно смотреть, что применимо, потому что зависит от, то есть кто-то хочет быть, мне не важно, сколько у меня будет серверов, я хочу, чтобы у меня было, не знаю, тысячи пользователей, а я дальше самостоятельно, если мне будет не хватать мощностей, добавлю еще один узел или два узла, или три узла. По формуле в MSBI это позволяет, соответственно, они лицензируются по пользователям, и дальше добавляю столько узлов, сколько нужно, чтобы соответствовать по времени отклика и так далее. Кто-то говорит, что типа не хотим по пользователям, это очень дорого, вот мы возьмем один сервер, на нем все разместим, и вот у нас один сервер будет работать, даже не нужно второй сервер для горячего резерва. Поэтому говорим, окей, вот у вас есть сервер, сколько пользователей туда влезет, столько, пожалуйста, и используйте, но, соответственно, вы ограничены тем, что вы не сможете горизонтально масштабировать. То есть все это достаточно индивидуально. Есть отдельные варианты вместе с ArenaData, ArenaData Platform Edition, MSBI, она имеет там определенные дополнительные возможности пост-экорки с экосистемой ArenaData, там, соответственно, тоже есть свое лицензирование. Спасибо. Предлагаю на сегодня уже закругляться. У нас с вами прошло два часа. Очень плодотворно посмотрели, как решается кейс. Что главное хочется резюмировать, это что все-таки важно написать правильное техническое задание, проектировать систему, прежде чем приступать к разработке. Спасибо, что поделились кейсом из реальной своей практики, что лучше потратить дополнительное время и подумать, как правильно организовать архитектуру решений, прежде чем приступать к хордингу. От себя отмечу, что мне понравилась ваша система, то есть при построении ETL поразил своей мощностью. Далее это функция анализатора, когда вы буквально одной кнопочкой нажали и все перестроилось, стало понятно, какие типы данных у нас есть, какие можно агрегации делать. И вот даже мне простому пользователю стало понятно, как работает система и что это все-таки довольно-таки легко, на мой взгляд, понять систему, можно обучиться и работать. При этом за счет своей широкой кастомизации можно делать те вещи, которые сейчас другие биосистемы на рынке ограничены, то есть у них там нельзя бывает дописать, четкие какие-то привязки к цветам. У вас здесь это очень все гибко, причем можно достичь любой детализации или вот прям, как вы сказали, под фотошоп прям идеально сделать так, что все работало, где в компаниях это очень важно. Виктория, спасибо большое за добрые слова. Я туда со своей стороны еще добавлю, что, пожалуйста, верьте в отчащенных вендоров. Мы прекрасно понимаем, что мы отстаем от того же табло, Oracle BI и так далее, но, как сказать, Москва не сразу строилась. Если будут контракты, конечно, мы эти деньги прежде всего будем вкладывать в развитие продукта. Мы хотим создать продукт, который будет, хотел сказать, достойно выступать на мировом рынке, но вот теперь не знаю с учетом всех вопросов. Но, по крайней мере, это наша цель. И здесь очень важна поддержка именно покупателей как вендора. Я приведу пример. Есть отличная статья на Хабри. Могу отправить. Это про историю Oracle. Когда Oracle начинался, там было багов просто выше крыши. Там чуть ли не сам Ларри Уоллесон он сидел и в ночи какие-то там богофиксы делал. Но, тем не менее, в Oracle поверили. Поверило и Министерство обороны. И дальше получив необходимые контракты, сейчас Oracle это, извините, видит. Вот. Поэтому я за то, чтобы использовать именно отечественные программные продукты, неважно, BI, это офис или еще что-то. То есть дать людям возможность вот эту практику здесь отрастить. А то сейчас по факту получается, все сидели на зарубежных BI там, табло, клик и прочее. Сейчас ситуация изменилась, это запретили, мы пошли в Китай. Вот. Давайте брать, значит, китайские BI. Если ситуация политическая опять поменяется, что нам делать, непонятно. Но при таком подходе мы никогда собственных вендоров не вырастим. да, я еще от себя добавлю, что у нас несколько скажем так персон, да, то есть таких олицетворения целевой аудитории. Но вот две самых важных на сегодняшний момент это конечные пользователи без специальной подготовки, то есть это селс-сервис пользователей, которые могут мышкой получить результат. То есть мы сделали очень большой рывок и выпустили V8 с функционалом селс-сервис, Максим сегодня показал. Это как раз вот для этих пользователей, которые вынуждены переходить с привычных инструментов, да. И вторая целевая аудитория это люди, которые внедряют BI и вынуждены делать кастомизации постоянно, да, под брендбуки, под ТЗ уже созданное, то есть чтобы им, то есть это разработчики по сути, да, мы хотим дать инструмент с помощью которого они могли бы делать красивые визуализации под заказ, под какие-то требования, да, ну, из коробки ни один вендор этого не предоставит никогда, но мы даем инструмент, чтобы можно было это сделать. Вот, наверное, это вот две главных вещи на сегодняшний момент у нас. Спасибо, коллеги, еще раз за время, которое нам уделили, надеюсь, всем было интересно. Спасибо всем, хорошего дня, до свидания. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok